Славянская радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском радио Напоминаю, что по одному из современных календарей 12 января 2017 года Четверг, пока еще 12 января 32 день месяца Белого сиянь покоя мира Семься, 725 лет Тех, кто встречает Старый Новый Год Поздравляю с тем, что встречает Старый Новый Год Кто щедрый вечер по Старому календарю Пожалуйста, и тех И всех вас тоже поздравляю Кто День Перуна Зимнего празднует И вас тоже поздравляю В общем, всем счастья, добра и так далее А мы говорим в нашей передаче Про путешественников во времени Это уже вторая часть С Вадимом Чернобровым Вот закончилась такая объемная лекция Трехчасовая И, наконец-то, к радости наших радиослушателей К дополнительному бонусу Нашим радиослушателям Мы переходим Как раз вот я пролистываю наш админский чат Столько много есть вопросов Переходим к вопросам, которые поступали В чате Народного Славянского радио Вот добрался до верха В чат Народного Славянского радио Попасть очень просто Находите наш сайт По ключевым словам Славмир.орг Народное Славянское радио Ну, пока Славмир.орг Новый сайт еще пока не заработал Поэтому Народное Славянское радио Все, попадайте на него Дальше ищите слово Чат, нажимайте на него Если вы еще не зарегистрированные логины Пароль себе придумываете Такой, чтобы не забыть И укажите какой-нибудь простенький e-mail Без всяких там дополнительных подчеркиваний Точек Каких-то там секретных символов Внутри имени Чатик старенький Вот на этом сайте Поэтому он не понимает Таких умностей Если нет такого простого e-mail То на mail.roll ядекс.ру Зарегистрируйте И будет вам счастье Вот, и потом Логин, пароль В следующий раз вводите уже Не надо повторно регистрироваться И можете задавать вопросы С друзьями общаться И чувствовать себя В кругу своих Хороших Соратников Друзей И просто добрых людей Итак, вопрос в эфир от Владимира Изматиевича Поступил 2 часов 22 минуты Вадим Я в крайне отдаленной перспективе Планирую заняться вопросами путешествия во времени Хорошее начало Да В качестве отправной точки Я собираюсь использовать Предположение о том Что время представляет собой Нечто подобное Мысли Которое протекает в мышлении Чего-то такого невообразимого Что непостижимо В своем вселенском величии Хорошо сказал Да, мне тоже нравится Вообще Владимир у нас молодец В этом смысле А человек, будучи мельчайшей частицей Этой мысли Фокусирует в себе Микроскопическую дольку Этой мысли Есть маленькая надежда Что при определенных условиях Человек может менять Течение этой мысли А следовательно И времени Но вот как поступить с тем Что тело человека Представляет собой Симбиоз других организмов И не все составляющие Тела человека Могут действовать Совершенно синхронно Для меня это загадка Что посоветуешь? Загадка не только для него И для меня И, наверное, для большинства медиков Хочу посоветовать Если случайно у Владимира Измытич Нет девяти запасных жизней Как у кошки Все-таки осторожнее Экспериментировать в этом плане Поскольку чуть ранее я упоминал Что сбои органов Ответственного за время В нашем организме Приводят к тому Что, извините, мы болеем Столь страшными заболеваниями Что некоторые из них И произносить-то страшно Поэтому Если запасных вариантов нет То действовать на этом поприще Надо очень осторожно Ученые в таких случаях Экспериментируют на крысах На себе, что называется Уже во вторую, в третью очередь Поэтому не забудьте, пожалуйста Про вот этот подход Сначала крысы Потом Потом на себе А потом уже на людях На остальных людях То есть крыс тебе не жалко? Мне всех жалко Но Себя мне жаль Немножко больше, чем крысу Своя рубашка Ближе к жизни Своё тело Ближе к жизни Хорошо Эдгар, вопрос в эфир Ближайшие экспедиции В какие места? Благодарю за ответ В имеется в виду Наших экспедиций Ближайших много Вконтакте Я регулярно В группе Называется Новости космопоиска Это фактически дайджест Такой Космопоиска Поскольку новостей много И в разных группах И я прекрасно понимаю Все жалуются на то Что отследить новости Невозможно Поэтому одна группа Которая так и называется Новости космопоиска Отдана именно Под дайджест И там публикуются Только новости Вот именно Плана Ближайших Экспедиций И там Регулярно Объединяем список Планируемых экспедиций Могу сказать Из самых Массовых Что в апреле Ожидается Большая экспедиция К слову сказать Приглашаю всех В Саянские горы Где упал Саянский Метеорит Недалеко От Саяно-Шушинской ГЭС В тайгу Улетел Метеорит Это было 6 декабря Ровно Не ровно уже Но чуть больше Месяца назад Поэтому мы Поедем туда Его искать Уже была зима Естественно И искать его Было по снегу Сложно Хотя на снегоходах Пытались Ребята Это сделать Поэтому мы Поедем Как только Только-только Начнет сходить снег Поэтому Будет холодно Будет Не очень комфортно Но приключения Я обещаю По полной программе Вот На первомайские Будет Большая экспедиция В Подмосковье Это будет Менее холодно И меньше приключений Потом будет Июньская экспедиция По исследованию Кругов на полях Потом Будет экспедиция Урал Кыштым Это в июле Потом В августе Будет Медведская гряда Как раз По теме Нашей сегодняшней передачи Так что Накидывайте Не только Не только Теоретические Как бы сказать Планы Как исследовать Хроноаномалии И как искать Следы Хронопутешественников Хотинговые места Одним словом Но и можете Себе уже Галочку ставить Присоединиться К нам В этих исследованиях Единственное Что я предупреждаю Конечно Я Не люблю Людей Анонимных То есть Если едете Представляйте Спешите Ничего в этом Так сказать Страшного Нет У нас Не Комические Экспедиции Но тем не менее Какую-то ответственность Мы от людей Минимальную Требуем Если вы едете С открытым лицом Мы понимаем Что вы едете Заниматься делом А там Не Не всякие Грязные нарушения Нарушать Что вы Знаете Об основных Правилах О слухом законе И едете Не Ради Отдыха Ради Интересного Исследования В августе Будет исследование Шаровых Молний В сентябре Запланирована Экспедиция На Среднюю Азию Ну я Естественно Упомянул Только о некоторых Более подробно Опять же Вас И Более Заточными Планами Вас отправляем В новости Космопоиска Идем Дальше Меня тут спрашивают А почему поздравляешь С Новым годом С Новым новым Ведь типа На 14 Тут у нас еще 12 Так это у нас 12 По нашему часовому А кто-то уже 13 А как известно Праздник начинается Чуть-чуть раньше Не ноль же часов Одну секунду Первого января Начинается Могу сказать Для часового пояса Самары А также Урала И восточнее Уже 13 Января Так что Можно уже поздравлять Праздничный день Уже начался Вот когда Новый год Вы садитесь за стол Вы же не ждете Когда наступит 0,00 часов Одна минута Грубо говоря Первого января Вы же друг другу ходите С наступающим Все из 31 января Вот и я заранее Чтобы всем настроение Тем более завтра эфира К сожалению нет Так что У кого Уже В 13 Тех с Новым годом Старым Так что Все нормально Кстати Вспоминаю Что вчера Не состоялась Тема связанная С СССР Так в догонку Я недавно ездил У меня была Организационная встреча В Рязани Вот буквально На днях И Один из первых Гигантских плакатов Который я увидел Приехав В замечательный город Рязань Был плакат В Новый год Новый год В СССР И я случайно В СССР Попал Выставка На эту тему В районе Рязанского Кремля То есть я не специально В СССР Попал Вот так получилось У вас не специально СССР Передача С СССР Пропала А я случайно В это СССР Попал В Рязани Это так сказать Парадокс И все связано С Новым годом Как у нас все интересно Так ну ладно Идем дальше Про экспедиции поговорили Антон задает вопрос Крепкого здравия вам всем Были ли случаи Перехода во времени В экспедициях Вашей команды Пропадал ли кто Из участников Появлялся ли Внезапно Были Неоднократно Случаи Но Как я уже сказал В основном Это случаи Алогичные То есть Не киношного плана Вот когда Когда все это Сопровождается Соответствующей музыкой Там все Все знают Что будет Настроены камеры И потом По прошествии Все делятся Там фотками И радуются Про зашедшим Как правило Это бывает Настолько Алогично Что Что Даже по прошествии Там многих лет Люди Люди спорят А что собственно Произошло Но тем не менее Да В ряде Эпизодов Такое случалось Особенно Не то что особенно А чаще всего Это конечно случалось Вот в таких Хотинговых местах То есть В хроноаномалиях Самый конечно Потрясающий В этом плане Случай Был По-моему В 2000 году Во время Прочесывания Блудного места То есть Хотингового места Хотингового места В районе Деревни Коренева Жиздринского района Калужской области На самом деле Мы Прочесывали Это место В поисках Упавшего метеорита А не вовсе В поисках Хроноаномалии Но Что называется Но нашли Второе Потому что Вся наша группа Это около Ста человек Когда идет Прочесывание Кто видел это В фильмах Как правило В военных фильмах Прочесывают леса В поисках Партизан Обычно Вот так это выглядит В кино Но Это киношный вариант Исследовательский вариант То же самое Только без оружия Но с GPS И компасами Которые позволяют Отслеживать Перемещение С величайшей точностью И мы Настолько точно Научились Прочесывать Что выходили На линию Окончания Прочесывания С точностью До нескольких метров То есть Пройдя Цепью Прочесывания Там в 100 человек По лесу Мы Не отклонялись В сторону Вправо-влево Вернее Отклонялись В сторону Вправо-влево Не более чем На 10 метров Это величайшая точность Могу сказать С гордостью Потому что Добиться Это можно было Только большим опытом Ну и старанием Поэтому А учитывая Что В цепи Прочесывания Где там Около 100 человек Каждый Десятый Был С GPS Каждый 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 Пятнадцатый Был с рацией А каждый Второй Был с компасом То есть Иными словами Контролирующих Было много Там Едва ли Не каждый Второй Контролировал Наш маршрут Командовал Прочесыванием Я Поэтому Все это Было на моих Глазах И я Тому не просто Свидетель Я очевидец И вот Мы настолько Так сказать Опыт большой Получили При прочесывании Что когда Заметили Что мы Не вышли В нужное Время На На рубеж Окончание Прочесывания А не выйти Было невозможно Потому что Этот участок леса Со всех Четырех сторон Был ограничен Лесными дорогами То есть Иными словами Пройти через Миноват Лесную дорогу Куда бы вы Не отклонились Было невозможно То есть Ни вправо Ни влево Ни назад Куда бы вы не пошли Вы Выйти Из-за пределы Этого лесного квадрата Километр На километр Вы не можете Не пройдя Лесную дорогу Но когда мы Явно Уже по времени Шли больше Чем Чем нужно было бы Чтобы выйти На лесной рубеж Но тем не менее Не выходили На На нужную дорогу Когда мы Слишком долго шли Это заметили все Но тем не менее Продолжали идти Поскольку Раз приказано Выйти На нужный рубеж Мы будем идти До конца Пока не выйдем На дорогу И мы В результате Шли Гораздо дольше Чем было Чем Субъективно Ожидалось И когда Наконец Вышли Сориентировались То есть Вычислили Координаты И нашли Своё место На карте Оказалось Что мы Попали Все Около сотни Человек Попали За несколько Километров От этого места Совершенно Другой Квадрат То есть Чтобы попасть Из квадрата Где мы находились В тот квадрат Куда мы попали Нужно было Миновать От четырёх До пяти Дорог Мы не миновали Ни одной То есть Как мы Прошли По какому Такому Хитрому пути Которого Не существует В нашей реальности Я Ни я Никто другой Не может Сказать То есть На самом деле Это конечно Признак Хотинковой зоны То есть Или говоря Русским языком Признак Блудного места То есть Люди Очень часто Рассказывают Что они Да они знают Это место Они Знают Как свои пять пальцев Но вот В этот раз Я шёл Шёл И оказался Непонятно Почему Совершенно В другом месте Но только Когда это слушаешь От грибника Какого-нибудь Одиночки Понятно Доверие к нему Немножко Есть Такое Граничащее Со скепсисом Где-то в глубине Души думаешь Ну может Всё-таки Он отвлёкся Может он Его Грибные Грибная охота Отвлекла Да может Он просто Привирает Что он знает Лес А на самом деле Не так Но в данном Случа Я этот пример Привожу Как Самый Для меня По крайней мере Объективно Доказанный Случай Вот такого Непонятного Перемещения Я намеренно Не говорю Что это было Хроноперемещение Или Какая-то Телепортация Или ещё что-то В любом случае Из точки А Мы Оказались В точке Б При этом Миновав Дороги Которые были У нас на пути Как это произошло Подчёркиваю С физической точки зрения С точки зрения Нашей реальности Это абсолютно Не Объяснимо На уровне Нашей реальности Подчёркиваю Если как бы Перевлекать Другие теории Конечно Объяснить можно Но В любом случае Как факт Вот лично Для меня Безусловно Это самый доказанный Случай Менее доказанных Когда в перемещениях Участвовали Четыре Пять человек Два человека Я уж не говорю Поодиночке Это вообще Не пересчитать Таких эпизодов Просто Десятки 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 То есть То что Явление существует То что Аномальные зоны Или Алогичные Места В этой Реальность Нашей Логичной Реальности В этом Так сказать У меня нет Ни малейшего Сомнения Я лишь Сегодняшнюю передачу Посвятил тому Чтобы Не доказывать Что такие места Есть А Искать Ключи К подобным местам Вот в чем Так сказать Пафос И задача Сегодняшней темы Была Сколько там было Человек-то? Сто? Около Ста человек Обычно Просто здесь Роман написал Ничего не замедляется Не ускоряется На самом деле Это мозг Вас обманывает Стрессовые ситуации Вот и кажется Что время Замедляется Или ускоряется Ну такой Массовый психоз Просто показалось Массовый психоз Массовый гипноз Спасибо Объяснили Тебе нет Просто тебе Повысил твой статус Ты такой массовый гипнотизер Так смотрим Все на меня Никаких дорог не было Все сухие Все хорошо Я соглашусь с этим Вышли Пять минут Объяснит Как GPS Сумели обмануть Неважно Это уже другое Это техническое Как там что подкрутил Это гайки Это уже другой вопрос Разобрались с этим вопросом Идем дальше Ты просто в людях Из черного Небось там снимался И спер у них Ту штучку Извиняюсь Тоже за вульгарный Такой жаргончик Как это Смотрите все сюда Внимательно Смотрим И так Десять минут шли Никаких дорог не было Поняли Поняли Все Убираешь Снимаешь очки Ну вот друзья Мы пришли на место Ой Как странно Как странно Ну да Идем дальше Вопрос в эфир От Антона Здравия Как считаете Почему телеканалы ТВ3 Рентови И прочие Ваши рассказы Сводят К бреду Потому что У них Другая задача Значит У меня Своя задача Я считаю Мне интересна Собственно Исследования Мне интересно Этим заниматься Ну и соответственно Просвещать Других людей Дабы Среди этих людей Находились Мои диномышленники С которыми Дальше я буду Работать То есть Иными словами У меня Нет задачи Обманывать кого-то Хотя бы потому Хотя бы Это Даже не потому Что я Вот сверх Честный Человек А просто Хотя бы Потому что Я разумный Человек Я понимаю Что мне Не нужен Этот обман Мне не нужны Рейтинги Как телевидению Отсюда И большая разница Что им Нужна Не правда А рейтинги Извините А рейтинг А что нужно Для рейтингов Вы лучше Меня знаете Ну еще и потому Что я прекрасно Понимаю Что люди Придут Если придут Они к нам Исследовать С завышенными Требованиями К нам Часто приходят Люди После телевидения После художественных Фильмов Думая Что у нас Реально Вот как У Малдора Соскали Целые стеллажи С трупами Инопланетян И задают Такой вопрос Приходят В музей Космопоиска А где у вас Трупы хранятся Ковыряясь в зубах Так Ну где там у вас Это Лешенька Где у вас трупы Да-да-да Вот и когда Говоришь Да нет Трупов Такое разочарование У-у-у А мы думали То есть иными словами Обманывать Мне не нужно И даже противопоказано Потому что Мне нужно Чтобы У людей Были не завышенные А реальные Ожидания Чтобы они знали Зачем идут Какие цели У телевидения Еще раз повторюсь Во-первых Рейтинги А во-вторых Естественно Помимо Чисто Рейтинговых Целей Есть и задачи Которые Ставят Органы управления Каждым Телеканалом Это Акционерное Общество Которое В зависимости От направленности Канала Ориентируется На определенную Публику Например Объясняю Я сейчас Извините Обойдусь Без конкретных Названий Чтобы Не обижать Ни один Телеканал Но Есть телеканалы Где В числе Акционерных Владельцев Есть И Их Конкуренты Этих каналов То есть Представьте себе Некий канал Икс Некий Не будем Сейчас названия Канала А в числе Акционеров Этого Канала Канала Икс Есть Держатели Акций В количестве 10% Есть Владельцы Телеканала Игрик Они Владеют 10% Пакета Акций Соответственно Имеют Право На 10% Прибыли И на 10% Эфирного Времени И что Они пускают В Положенные Им Эти 10% По этому Телеканалу Как вы думаете Вы являясь Конкурентом Канала Икс Имеете Право Заполнять 10% Эфирного Времени Вы туда Поместите Увлекательное Научно Популярное Полезное Всем Видео Или вы Пустите туда Бред Сивой Кобылы После которого Ну Как минимум Большая часть Здравомыслящих Людей Выключит Телевизор А Менее Здравомыслящая Часть Людей Сожрет Это все Это все Пойло И после этого Соответственно С таким же Отношением Будет относиться И к последующим Передачам Новостным Например Передачам То есть Будет смотреть Новости По каналу Икс Думая Что На этом Дурном Канале Не может быть Правдивых Новостей То есть Относиться К этим Новостям Будет точно Так же То есть Иными словами То что Я сейчас Может быть Чьи-то Секреты Комические Открыл Хотя думаю Это не Сильные Секреты Они Объясняют Вкратце Что такое Политика Канала Политика Канала Далеко не Всегда Объясняется Одним Словом Если вы Видите Бред Сивой Кобылы По какому-то Каналу Это Не имеет Порой Прямого Объяснения Но В любом Случае Какой бы Бред Вы не Увидели В любом Случае Вы можете Уверенно Сказать Значит Это кому-то Нужно То есть Кому-то Нужно Вам Мозги Ваши Полоскать Бредом Ну С другой Стороны Кому-то Нужно И полезную Информацию Давать То есть На одном И том же Канале Поверьте Может быть Как Бредовые Передачи Так и Вполне Престойная Передача Поэтому Пожалуйста Как бы Скать Не Переносите Одну и ту же Мысль На весь Телеканал То есть Если вы Видите 10% Контента На канале Откровенного Бреда Это не Значит Что Все Это Все Это Распространяется На 90% Остального Эфирного Времени В общем Телевизионная Политика Веща Сложная И Неоднозначная Поэтому Извиняюсь Когда По Интернету Ходят Мемы И Демотиваторы Где В виде Там Инопланетянина Представит Образ Директора Одного Известного Аномального Телеканала Ну Не будем Называть Какого То Дача Директора Телеканала И на даче Там Изображены Инопланетяне То Инопланетянин Под одеялом И написано Директор Телеканала Такого-то Заболел Ну То есть Все уверены Что директор Этого канала По которому По которому Транслируют Вот эти Бредовые Аномальные Передачи Что он Сам Инопланетянин Ну В этом Так сказать Не сложный Намек Но на самом Деле Раскрою Страшную Страшную Тайну Реальный Директор Этого канала Терпеть Не может Аномальные Передачи Но Акционерное Общество Это Святое Поэтому Любишь Ты Как директор Аномальной Передачи Или Не любишь Вот Акционеры Прикажут И ты Столько-то Процентов Эфирного Времени Вы Дополож Под то Что приказывают Тебе Акционеры Вот Такие Дела Да Я с тобой Во многом Согласен Не хочу Я тоже Обижать Какой-то Из каналов Я думаю Что На Каналах Различных Которые Здесь были Названы Своя Политика Проводится И она Часто Бывает Очень даже Продуманная Например У меня Были Знакомые Два Продюсера С одного С одного И того же Канала Вот Одного Мысли И он Пытался Людям Донести Что-то Но с учетом Коммерческих Запросов Канала То есть Директора Они же Особенно Финансисты Они умеют Читать И поэтому Когда Продюсер Говорит Давайте Сделаем Вот так Вот так И он Предлагал О классно Сколько денег Пронесет Ну и там Все подсчитывали И вот Столько Примерно И продюсер Да давай На полный ход И он По серьезному Все показывал А другой Продюсер У него Немножко Не хватало Темы И он Все переводил В разряд Такой Шутки На уровне Ну например Муха-мутант Зансинула Лягушку Вот И приходил К директорам Говорит А у меня Вот такая Тема Они параллельно С тем Вот параллельно И тот Если показывал Что-то серьезное То примерно Через часа два На этом же канале Выходили Вот от другого Продюсера Вот продюсированные Им вот такие Бредовые передачи Получалось Что вот Под первым Работали Вполне нормальные Люди Они пытались Докопаться До истины Сделать какой-то Интересный сюжет Чтобы в чем-то Разобраться А второму Лишь бы устроить шоу И получалось И шоу и там и там Но то и была Большая доля истины А вот здесь Вообще все высмеивалось И хикали И причем Рейтинги показывали Что и тот и другой Продюсеры Заслужили высочайшие Пятерочные оценки Потому что И там и там Спрос был Рекламщики пищали От радости Все было замечательно Все было хорошо И директора Потирали руки Говорили Как здорово Что у нас такие Замечательные продюсеры То есть здесь И человеческий фактор Учитывается И интересы тех людей Которые там Режиссеры Как и насколько Они умеют Докопаться И те кто пишут Сценаристы Насколько они В теме или не в теме Кто-то там поржать Устраивает Да все Как у нас тоже сейчас Участвуют Одни из всего Делают смех И в славянстве И там на каких-то Этих Ток-шоу И где там еще А другие по-серьезному Пытаются все рассказать И когда вот эти Два потока смешиваются Люди начинают просто Руками развивать А чему верить Но при этом Смотрят же Слушают Поэтому вот Надо учитывать Где коммерция Там все приемы хороши А вот уже Какой прием Был направлен На показ Что-то серьезного Это давайте уже Мы здравомыслие Будем включать И смотреть В том числе И в движении Славянском В том числе В движении Научном В том числе И в движении Там еще каком-то Еще каком-то Еще каком-то Включайте мозги Не надо просто так Всему доверять Ну Надо понимать Что люди разные У кого-то просто Деньги на уме А у кого-то Темы не хватает И деньги на уме Так Хорошо Идем дальше Какими Вопросы Данила Здравия Следующим Вопрос вкратце Какими приборами Методами использования Вы пользуетесь Для выяснения Выявления Временных аномалий Если не секрет Конечно Благодарю за ответ Ну Помимо тех О которых Мы упоминали Под подробностях Я не буду Возвращаться Надеюсь Кто пропустил Запись И тогда Уже уточнит Помимо Этих Упомянутых Нами приборов В основном Я говорю В основном Двумя типами Это Общие Физическими Приборами То есть Теми которые Доступны Находятся В продаже Или Каким-то образом Можно достать Это разнообразные Магнитометры Электрометры И прочие Метры То есть Приборы Для измерения Известных Физических Полей Физических Излучений И прочих Физических Параметров Естественно Не удивляйтесь Пожалуйста Потому что Понятно Что киношные Персонажи Всем известные Пользуются Какими-то там Фантастическими Универсальными Приборами Которые Если верить Кино Мгновенно Показывают Какого уровня Эктоплазма Вылетает Из НЛО Но в реальности Таких приборов Увы Нет Но есть Приборы Второго Порядка Первого Порядка Это то Общефизические Приборы А второе Это то Что делают Люди Самостоятельно То есть Это Приборы Хэдмэй Экспериментальные Самые Разные Приборы Вот Что касается Дублирного Кварцевого Генератора Это как раз Из их числа Но Понятно Им Список таких Приборов Не ограничивается Люди Экспериментируют Много Разного И хорошего Часть Конечно Не работает Часть Работает Но Мы Как бы сказать В процессе Испытаний Наработки Опыта Надеемся Когда-нибудь Вот это Экспериментирование С приборами И приведет К появлению Аналогов Тех приборов Которые мы видим Фантастических Фильмов Так что Мы В поисках Ну Космопоиск Тем более Да Нельзя же так Станавливаться На достигнутом Вопрос в эфир Что вы думаете О материализации Предметов Из воздуха Верите ли вы В это Доводилось ли вам Быть Свидетелем Оного Ну Слово верить Напомню Не из моего лексикона Я призываю Ничему не верить А стремиться Все знать Ну Соответственно В данном случае Я должен сказать Я знаю Что это есть Или я знаю Что этого нет Пожалуй Я не буду Категорично Утверждать Ни первое Ни второе Скажу лишь Что Лично я Несколько раз Видел Нечто Что можно Так трактовать Но до конца Конечно Я не уверен Могу Среди Тех Кто В теме По поводу Материализации Могу Как бы Коротко Рассказать Об одном Эпизоде К которому Я лично Очевидцем Не был Но Одна Из Женщин Которая Позже Приехала В Москву Специально Меня нашла Она Не была Она не знала Меня лично До того Но вот Такую историю Мне лично Поведала Если вы Если кто В теме Материализации Наверное Тот вспомнит Самого Известного Из Не так давно Живущих Людей Которые Четко Ассоциируются Со словом Материализация Был такой Известный Уже К сожалению Покойный Не так давно Он умер Сайбаба Известный Многим Не знаю Даже Как его Охарактеризовать Ну То что он Авторитет И Для кого-то Даже Святой В этом Сомнению Нет Беревыш Его даже Называли Воплощением Бога На земле Ну Я пытаюсь Там высокие Такие уровни Абсолютно Да Не сомневаюсь В его Высоком статусе По крайней мере Что его Очень Высоко Ценят Но поскольку Я сам Человек Старающийся Не призывать К вере Поэтому Я и подбираю Вот так Астролог Мы никого Не призываем Что это Именно тот Я просто говорю Его еще и называли Так А его еще Это как Помнишь А тебя еще Называли Желтым Вот из этой же серии Просто дополнение Но Что называется Я не отношу себя К сторонникам Какой-либо Религии И тем более Так сказать Меня не назовешь Сторонником Сай-бабы Которого я Никогда Не видел Честно скажу Но вот Эта женщина Привезла Мне Для исследований Пакетик С материализованными Предметами Который По ее словам Сай-баба На ее глазах Материализовал Значит Материализованные Предметы Ну Для знатоков Для последователей Сай-бабы Они знают Что Материализованные Предметы Он называл Випхути И Вот На глазах Ошеломленной Толпы Значит Он Их Материализовал Каким-то образом Ну Естественно Я сейчас Не будучи Никогда Прямым Свидетелем Этого Действа Естественно Я не могу Утверждать Что это Не фокус Не мошенничество Что это Чудо Но Все сторонники Естественно Уверены Что это чудо Но Лично для меня Весьма любопытно В этой истории Явилось следующее Значит По словам Этой женщины Значит Этот Сай-баба Как обычно Ежедневно Он выходит К толпе И надо Заметить Что Адептов И Поклонников И почитателю У него Десятки Если не сотни Тысяч Ежедневно Там Возле На площади Собирается И он Выходя К толпе Значит Обычно Что-то Демонстрирует В всей толпе А потом Выбирает Не больше Десятка Людей Из толпы По какому Принципу Ведомо Только ему И вот Эти счастливчики Значит Проходят Уже ближе К нему И с ними Он ведет Уже более Задушевные Беседы И они уже Видят Происходящее Уже Близко И вот Он Эту самую Женщину От имени Которой Я сейчас Рассказываю Призвал К себе И Сказал Следующее Что Сейчас Он Материализует Випхути И он По ее словам Материализовал То есть Появились предметы Буквально На ладонях Еще раз Повторюсь По ее словам Он набрал Этих Випхути Целый пакет И сказал Следующее Поедешь В Москву И передай Вадиму Черноброву Которого Женщина Во-первых Ее поразило Что Разговор Про Москву Она Живет В Подмосковье То есть То что он Опознал В ней Россиянку На лице Как вы понимаете Не написано Было Ее это поразило И Она Понятия не имела Что за человек Которому надо Значит Привезти Этот пакет Но Он имел ввиду Меня Привезите ему Этот пакет Чтобы он Исследовал Это Випхути Видимо Так сказать Этому человеку То бишь Мне Интересно Знать Как происходит Материализация И вот Вот за что Так сказать Я ручаюсь Как Сайбаба Откуда Он Вычислил Эту женщину Которая Живет Не так Далеко От меня Каким Образом Он там Про меня Узнал Понятия Не имею Не спрашивайте Но вот Этот пакет Он до сих пор У меня хранится С этим Випхути И Честно говоря Я до сих пор Не знаю Как приступить К его исследованию Потому что Приборов По Изучению Материализованных Предметов Не существует Как не существуют Методики Как отличить Обычный предмет От материализованного Ну Что называется Пакет лежит Есть Не просит И Когда Таковая Методика Появится Мы обязательно Проверим Так что Вопрос О котором Человек Спрашивает Это один Из злободневных Вопросов Я убежден Безусловно Что с теоретической Точки зрения Материализация Не представляет Ничего Невозможного А вот с практической Что называется Вопросов Больше Чем ответов Ну Как и серии Слышать Все об этом Слышали Теперь Как бы Это все доказать Да Практически Все сделать А скажи Предмет Какого плана Ну Целый пакет В основном Это такая Как сказать Типа попкорна Что-то такое Напоминающее Попкорн Предметы Хорошо Кстати Когда ты говорил Про религии Вот я тоже Хочу подтвердить Что в данном случае Я тоже Как Вадим Себя Никакой религии Абсолютно Не отношу То есть Это все есть Это все замечательно Это все здорово И так далее Есть какие-то Свои представления Там может быть Какие-то Внутренние верования Это может быть У каждого Так что Как-то относить К какой-то религии Вот Сразу заявляю Потому что часто спрашивают Какой ты религии Вот я сразу говорю Никакой религии Я себя не отношу Идем дальше И вас Никаким религиям Не призывают Да И вот Да там говорят А вот Ты там Я говорю Стоп Я всего лишь Навсего ссылаюсь На то Что это есть Вот есть Вот это направление Я говорю Есть И там написано Это есть Вот это Я говорю Есть Хорошо это Не знаю Но это есть Вот Помогает жизни Ну отлично Вредит Плохо Но что делать Это есть Идем дальше Вопрос от Олега Из Иркутска Вадим Здравия Систематизирована ли тобой И твоими единомышленниками Фиксация прилетов путешественников Во времени Какова система их опознавания Чьи это родственники Чьих родов Или народов И главное Есть ли только правда И здравый смысл В сюжете фильма Назад в будущее С научной Исследовательской точки зрения Если есть То укажи моменты Из моей любимой трилогии Благодарю Вот и моя любимая тоже Фильм разобран Конечно Уже по косточкам Не хочется Знаете Глумиться И критиковать Просто фильм Знаете Это просто фильм И относиться к нему Вот с повышенных Каких-то техническими требованиями Конечно Не хочется Я думаю Если человек Любит этот фильм Ему Может быть Это и не нужно Могу сказать С точки зрения технической Там Главный Главный вопрос Вот машина времени Вот в том виде Как она Показана Показана ли Нужно ли Чтобы переместиться Во времени Там Двигаться Со скоростью Выше Там Восьмидесяти с чем-то Миль в час Вот такие технические подробности Это не более чем Киношный трюк Который требовался Для Экшен Киношного Ну Упомяну только один момент Изначально Весь фильм Должен был Строиться Вокруг Машины Времени Которая Была похожа Как две капли воды На холодильник То есть Весь сюжет Был Закручен Вокруг Того Что Люди Главные герои Перемещались Через холодильник Но в какой-то момент От этой идеи Отказались В пользу машины В пользу Красивого Долориана Не потому что Долориан Красивее Чем Холодильник А потому что Умный человек Сказал что Фильм станет культовым И дети будут Играть В машину Времени Если дети Начнут залазить Внутри Холодильников Будут Жертвы И Должен сказать Режиссеру Этого фильма Огромное спасибо У него хватило Ума Переписать Сценарий Ради того Чтобы избежать Этих самых Детей Подражателей И жертв Среди Детей Подражателей В результате Сложился Вот такой Образ И перемещения Во времени И Долориана Тире Машины Времени Вот Что касается Остальных Деталей Позвольте Так сказать Не глумиться Над замечательным Фильмом Не разбирать Его по косточкам Пусть он Как произведение Остается Цельным И замечательным Вот Что касается Первой части Вопроса Естественно Я и пытаюсь Не только В передачах Уже не первая передача На славянском радио Выходит по поводу Классификации Хронопутешественников Кажется так Вопрос был поставлен Систематизации Сведений О хронопутешественниках Как вы понимаете И до Прямых эфиров Я этим занимался Еще в 90-е годы Книги начал По этому поводу Писать И с тех пор Собственно Еще не прекращал Этим заниматься И во время Прямых эфиров Вопросы Которые задают Они тоже помогают По-новому Посмотреть На эти На эту Так сказать Тему Которой уже Занимаешься Четверть века Какой-то новый взгляд Обратить внимание Так что Я занимался Этой темой Занимаюсь И видимо Еще Надеюсь Долго будут Продолжать заниматься Потому что Тема бездонная И Но Интересная Она Она того стоит Безусловно То есть Не раскололся ты Ладно Идем дальше Соскочил с темы Так Дальше Вопрос эфир Что такое время Время Одна из Краеугольных Субстанций В котором Мы живем То есть Не просто Субстанция Через запятую Пространство Время Материя Энергия Вот так Обычно В разной Последовательстве Вот эти Четыре Термины Обычно Печатают Публикуют Произносят Чтобы Во-первых Подчеркнуть Единство Пространства Времени Энергии Материи Во-вторых Их связь И то что Одно Простекает Из другого Я Так же Так сказать Обычно Ставлю Все эти Три Понятия Все эти Четыре Понятия Вместе Но при этом Добавляю Время Это то что Объединяет И определяет Все То есть Иными словами Это то Краеугольное Начало Из которого Простекает И Материя И пространство И Энергия Это то Что собственно Руководит Свойствами Первого Второго И третьего Это то В чем Мы живем Это то Благодаря Чему Мы живем Это Это то Что и есть Сама Жизнь Ну И Если кто Не понял Не пугайтесь Что такое время Никто до сих пор Не понимает И чем Больше я этим занимаюсь Тем больше Понимаю Что я тоже Не понимаю Но тем не менее То определение Которое Я сейчас Произнес На самом деле Ближе К истине Чем Многие 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 Из тех Которых Я лично Слышал Ну За более Подробным Объяснением Того Что я произнес Просьба Ссылай Заходите На мою страничку И там Есть ссылки Бесплатно Можете скачать Книги На эту тему Больше всего О времени Изложено В книге Под названием Путешествие Во времени В двух томах Вот во втором томе Там Как раз Подытоживается Что же Такое время Есть Хотя Я честно Говорю До конца Этого Не знает Никто И я Тоже До конца Этого Не знаю Так хочется Прямо Так Знаменитый Афоризм Произнести Я вам честно Говорю Что я вас Обманываю Я думал Я думал Сейчас Другой знаменитый Афоризм На эту тему Тогда я Так сказать Добавлю Самые известные Определения Времени Ну его можно Назвать Афоризмом Произнес Августин Блаженный Столь давно Что уже Никто не помнит Когда это было Сделано Но Но определение Актуально До сих пор Он сказал Следующее Я знаю Что такое время До тех пор Пока меня не спрашивают Об этом Ну что Хорошая память Быстро все забывают Мне так нравится Это Каждый миг новый Только что помнил Забыл Как про электричество Тоже самое В том смысле Что Он знает Что такое время Но Но сказать не может Ну понятно Вопрос эфира От Антона Последние Лета Часто вижу В небесах Переливающиеся цветами По окружности точки Временами Они перемещаются То рывками То медленно И такие объекты Рассеяны Довольно часто По небесному своду Под Казанью Уточняют Я не считаю Что это спутники Или зонды Что скажете Про такое Благодарю Скажу Что любые Сообщения Об НЛО Нужно Мне посылать Не со словами Часто я вижу Или Бывало я вижу А со словами Такого-то числа Во столько-то времени В городе Казани Находясь На улице Такой-то По направлению На восток Я видел Ну а дальше В идеале На возвышении 30 градусов Ну хотя бы Вот это начало Чтобы у вас было Дата И время Если нет Даты Времени Места То я даже Не смогу Начать проверку То есть Я максимум Что смогу Я смогу С вами Подержать беседу То есть Поболтать Но Расследовать Этот случай Я смогу Только Имея Хотя бы Минимум информации Желательно Максимум Но без Минимума Который Начинается С даты Расследование Даже не Начинается Вот Поэтому Просьба Ко всем Если Вами движет Не просто Желание Поболтать А движет Желание Разобраться Присылайте Максимально Подробную Информацию И Да пребудет С вами Истина Хорошо А я напоминаю Всем нашим Радиослушателям В чате Есть определенные Правила Задачи Вопросов Если Вначале Отсутствует Фраза Вопросов Эфир Дальше Если Нету Имени Задающего Написано Русскими Буковками Ну или Хотя бы Понятно Бывает Часто Нету Просто Русской Раскладки Хотя Я сейчас Таких Уже Не встречаю Гаджетов Такое слово Иностранное Противное Гаджеты И место Откуда Человек Пишет То в этом Случа Это вопрос Я не Воспринимаю Как вопрос В эфир Так что Учтите Это Те люди Которые Недавно Появились Радиослушатели Тем более То есть Многие Указывают Образец Формы Вопрос В эфир Задавайте Вот так Пожалуйста Не Не тратьте Время На то Чтобы Вот Мы выискили Вопросы Чтобы они Сразу В глаза Бросались Итак Следующий вопрос Елена 777 Так себя назвала Вопрос в эфир Здравия Вадим А что делать Нам Простым Обывателям Если Нам Встретится Хронопутешественник Правила Поведения Какие С вашего позволения Я так Пока Слушал Увидел Еще один Вопрос Он Похожий Поэтому Я его Тоже Зачитаю Нет Я его Упустил Зачитать Не могу Могу По памяти Воспроизвести Там несколько Вопросов Похожи Похожи Да В общем Найти Сходу Не удалось Но вопрос Такой А Вот Нашел Алексей Написан Алексей Издалека Если Я окажусь В другом Времени Что Мне Делать Значит Ну Почему Я совмещаю Эти два Вопроса Одна Спрашивает Что делать Если Увидел Хронопутешественника Второй Пишет Что делать Если Сам По сути Стал Таким Внезапным Хронопутешественником Значит Ну На самом Деле Как вы Понимаете Сегодняшняя Тема Как раз И была Посвящена Такой ситуации Когда Это Событие То есть Встреча Или перемещение Происходит Случайно Ну Случайно Сложно Назвать Ситуацию Когда Я объяснил Четыре Необходимых Случ Четыре Необходимых Условия Которые Нужны Для посещения Вот этой Хотинговой Зоны То есть Если вы Выполнили Все четыре Условия И все Таки Переместились Вот как Спрашивает Алексей В другое Время Трудно Сказать Что вы Это сделали Случайно То есть Выполнить Четыре Условия Случайно Как вы Понимаете Не получится Но Может Получиться Но Действительно Может Получиться То есть Вы Как бы Не может быть Не сильно Хотели Или всерьез Не рассчитывали Думали Что это Шуточки С вами Тут Мы Сегодня Говорили И шутки Ради пошли Тут глядь И правда Переместились В общем Короче говоря Единой методики Что делать Если вы Переместились Пока Нет Поскольку Мы уже Проводили Эксперименты С людьми В машине Времени Это Мы Уже Делали Я думаю Что кто-то Уже Слышал Об этом Читал Прежде чем Людей Добровольцев Которые Изъявили Желание Участвовать В экспериментах К ним Допустить Естественно Мы Собирались Узким составом И рассуждали На тему Что делать Если вы Вот Если вы Переместитесь Если все-таки Вы переместитесь То есть Мы ожидали И на практике В общем Из девяти человек У восьми Так оно и получилось Ожидаемое Что максимум Перемещение Будет Ну Более чем Условное Максимум На доле секунды За 15 минут То есть Люди были Внутри машины Времени 15 минут Всего Но Поскольку А Методика Еще не отработана Технология Еще не отработана В ней Возможны Любые сбои В том числе И такие Во время которых Перемещение Может быть Очень сильным Машина времени На которой Проводились Эксперименты Она Запитывалась От аккумуляторов То есть Это Достаточно Малым Мало энергии Ну Аккумулятор Много не выдаст Но Обмотка У нее Рассчитана На использование Тока Который Мы Планировали Снимать С молнии То есть С молнии Отвода То есть Что такое Энергия молнии Пропущенная Через машину Времени Я думаю Объяснять Всем не надо Потому что Во-первых Никто не представляет Насколько это много Никто не И никто не представляет Вообще Как бы сказать Что за этим стоит Но все понимают Что это очень много И что будет Если случайно Или не случайно Во время испытаний Шарахнет И кто-то Вместо доли Процента Переместится Очень далеко Этого Естественно Всерьез рассчитывать На это было нельзя Но Но нельзя было Это не обсудить И поэтому Мы заранее Обсудили Что если кто-то Значит Вот в результате Если эксперимент Пойдет Не так Как планируется Если кто-то Попадет В другое время Как ему действовать Значит Если попадет В прошлое То Либо А Дойдет До До Нас Своим ходом Ну то есть Состарится Ну если он Недалеко ушел Там на 5 На 6 На 10 лет В прошлое ушел Ну Просто надо прожить Эти 5-10 лет Потом Прийти к нам И сказать Ребята У вас там Ошибочка вышла После запятой И в результате чего Я попал Не туда Это не сложно Ну точнее Это не сложно Объяснить Если на большее Число времени То Послать Сообщение Ну мы договорились Как Где это сообщение Оставить Каким образом Ну и так далее То есть Иными словами Опять же Мы исходили Мы шли Примерно По тому пути По которому Как я Сейчас Я вам Пытался рассказать Методику Поиска Вот таких Аварийных точек Хотинговых точек На нашей планете То есть То что Я сейчас Объяснял Как нужно Искать Это как раз И есть Методика Спасения Этих случайных Хронопутешественников Которых Мы Еще Этой системы Мы Спасения Мы Еще Не Создали Ну Видимо По причине Еще Неактуальности Этого Спасения Но Создать Мы Обязаны Мы Или Наши Дети Обязаны Создать Пока Лишь Отвечая На слова На вопрос Этого Самого Алексея Я с горечью Скажу К сожалению У меня Нет Адресов Этих Спасательных Пунктов Хотинговых Пунктов К сожалению Я сам Ищу Когда Когда буду Знать Безусловно Я буду Извещать Хронопутешественников Которые будут Принимать Участие В наших Экспериментах Если же Вы Самостоятельно Рискнете Это делать Я вам Это Естественно Самостоятельно Делать Не советую С нами Было бы Наверное Безопаснее Как минимум А если же Вы попадете Случайно От этого Не застрахован Никто То я вам Посоветую Опять же Действовать По двум Методикам Либо Ничего Не предпринимать И Вернуться Обратно Естественным Путем Если Если у вас Путешествие Прозошло На Ограниченное Число лет Ну Такое количество лет Которые вы можете Прожить Без проблем Не 100 Не 200 А какие-нибудь Там 20 30 Это не сложно Ассимилируйтесь На месте Втянитесь Влейтесь В общество Живите Трудитесь Плодитесь В общем Занимайтесь Естественно Своей жизнью Доберетесь До нашего времени Сообщите Пожалуйста Нам Если же Вы достаточно Далеко От своего Времени В том числе Например Не обязательно Чтобы я сейчас Обращался К людям Нашего времени Которые могут Оказаться Там в прошлом Или в будущем Я обращаюсь К жителям Любого времени Если Вы оказались Не в том Времени Где надо Например Вы оказались В нашем Времени А на самом деле Вы Соответственно Из другого Времени Из другой Реальности То вы Наверняка Знаете Что есть Люди Которые Относятся К этой Проблеме Очень серьезно Которые Если вы к ним Обратитесь Не упекут Вас В психушку И как минимум Выслушают Как минимум Но это не значит Что если вы придете Такой весь Красивый И голубоглазый Ко мне И скажете Здравствуйте Я путешественник Во времени Не думайте Пожалуйста Что я тут же Брошу свои дела И поверю вам С первого Вашего слова Я задам вам Целый ряд Вопросов После которых Будет понятно Это шутка Или не шутка То есть Если вы хотите Подурачиться И Поглумиться И потом Чтобы типа Поржать Над глупыми Яйцеголовыми Учеными То сразу Предупреждаю Поржать Не удастся Но если у вас Проблемы Обращайтесь Как мы С вами Поступим Я пока Не буду Раскрывать Все карты Но в любом Случае В моем Лицо Вы найдете Как минимум Внимательного Слушателя Как минимум Поверю ли я вам Или не поверю Будет зависеть От того Говорите вы Правду Или нет То есть Если проблемы Обращайтесь Если поржать То Не тратьте Не мое Не свое время Вадим Звучит как угроза Если вы На вопрос Радиослушательницы А если вы Не сами Переместились А стали Свидетелем Того Что Кто-то Перемещается Или Чаще всего Становятся Свидетелем Не перемещения А просто Свидетелями Ну просто Появления Деятельности На дороге Вот как К человеку В магазин Заходят Или просто На улице Иногда Такие казусы Бывают В общем Люди присылают Очень много Очень много Разных Случаев Присылают Если у вас И возникли Подозрения Опишите их Единого Такого стандарта На такое Происшествие Не существует То есть Не ждите Что Хронопутешественники Будут Разгуливать В фирменных Куртках От Хрона Космос Корпорейшн С Нашивками На левом Плече И С большим Телепортатором В правой руке Нет Это скорее всего Может и будут Странные люди Но Одеты Они будут Абсолютно Непредсказуемо По крайней мере Не по единому Образу Одним словом Если у вас Возникли Подозрения Опишите их Поверьте С большой Долей Вероятности Ваше письмо Ляжет в архив То есть Я имею Ввиду Что Какого-то Немедленного Выезда Таких Людей В черных По Поимке Кронопутешественников Такой службы У нас Нет Но Архивирование Таких сообщений И их Анализ Вот это У нас Есть И Когда Сообщений Накапливается Достаточно Много То Между Между этими Разношенными Сообщениями Естественно Выявляются И Закономерности Выявляются И Нужные Нам Какие-то Детали Может быть Какие-то Периодичности И Иной раз Можно отследить Одного И того же Человека Где он Появился Куда он Дальше Попал Где он Куда он Стремился Откуда И куда Ехал Одним словом Выводы Иногда Следуют Очень Интересные И иногда Даже Вот на основе Этих выводов Мы делаем Попытки Действовать На опережение То есть Поехать Навстречу Ну пока У нас Не очень Получается Но видимо Это потому Что у нас Фактов Накопилось Не так Чем больше Чем больше Будет Фактов Тем Больше Мы Будем Знать Так Что Если Вы Столкнулись С кем То Вы Не Сами Переместились А с Кем То Столкнулись Кто По вашему Мнению Возможно Из Другой Реальности То Как Минимум Опишите Грамотно Все Происходящее И Как Можно Быстрее Об этом Сообщите Вязать Человека Приковывать К батареи И Обкалывать Анаболиками Как бы Я За вас Не ручаюсь То есть Не делайте им Пожалуйста Плохо Помните Что Это Ваши Дети Или Внуки Или Правнуки Алиса Мелофон Вот Как Скажут Службы Люди В черном Нет Я не знаю Может быть Она и есть Мы просто Может быть Не знаем Ну Я в ней не состою Да Может Ребята Хорошо Шифруются Но Имейте Ввиду Что Люди В белом И с красными Крестами У нас Широко Представлены Будьте С ними Осторожней Ребята Работают На раз Бригада Приезжает Сразу Поэтому Осторожнее Так Ну что Идем дальше Идем дальше Вот Елена 777 Она 777 Понятно Да Алексей Издалека Откуда Издалека Я уверен Ты не знаешь А я так Сейчас просматриваю Вопросы И знаю Примерно Откуда Он Издалека Не знаю В чем он Измеряет В километрах Или метрах 223 Как ты думаешь Каким образом я пришел К такому выводу Не буду тебя мучить Дело в том Что следующий вопрос У нас От Николая Тысяча Если Елена 777 Вычистит Николая Тысяча Получается Алексей Издалека 223 А там Мили Или километры Это Я не знаю Итак Переходим Вопрос От Николая Тысяча Добрый вечер Знакомы ли вы С Генрихом Силановым Он Сорудил камеру Которая фиксирует События Прошлых лет Также Занимается Поисками НЛО В том числе И в Хопре И на Хопре Хопре Да На Хопре Прошу прощения Думал что-то иностранное Ну Поясни Да Сейчас Закончим Ну и второй вопрос Если человек Придумал Надумал Вступить в контакт С пришельцами Какие требования Нужно предъявлять К себе Вот это правильно Мне кажется вопрос Нужно ли иметь Правильное мировоззрение Кому интересно Может прочитать Его книгу Прикосновение К внеземному Разуму Хорошо Коротко Отвечу Но кто Кто меня В свою очередь Знает Тот знает Что Я очень Не люблю Вопросы Которые Переходят на личности Когда меня просят О человеке сказать То я либо Хорошо Либо ничего Значит О Генрихе Михайловиче Силанове Должен заметить К сожалению Можно говорить Только в прошедшем Времени Он умер В 2014 Году Поэтому Когда Вы говорите Что он проводит Правильно сказать Проводил Значит Да Я с его методикой Знаком И Еще давным-давно Еще в 90-е годы Предлагал По этой методике Работать В частности Например Пытался С его камерой Проехать В аномальные зоны Вот На На Эпицентр Тунгусского взрыва И с помощью С помощью Этой камеры Сфотографировать События Которые там Происходили давно Ну Представляете Каково было бы Если бы Я привез Фотографию Тунгусского взрыва Который Который Был Век Назад А я бы Привез Ее В 90-е годы Вот Все Все прекрасно На бумаге На практике Все гораздо Печальнее К сожалению Было Значит И есть В том плане Что методика Эта Она конечно Мне кажется Не работающий Ну Позвольте Так сказать Сейчас Не вдаваться В технические Подробности В реальности Как Как оказалось Процент выхода На подобной камере Был не выше Чем Процент Случайных Аномальных Фотоснимках На обычной Фотокамере То есть К сожалению Подчеркиваю Вот Вот Эта Методика Она мало что Добавляла Ну Из Возможностей Тем не менее Эффект Как таковой Эффект Фотографирования Непонятных Объектов Или непонятных Сущностей Он существует Но подчеркиваю На любой камере Любую камеру Которую вы возьмете Ну Желательно конечно Говорить о Камере С хорошим Качеством Которая дает По минимуму Просто брака То есть Я под Аномальными Объектами На фотоснимке Не имею ввиду Различный Фотобрак Которого Присылают нам Гораздо Больше Чем Чем реальных Аномальных Изображений Так вот Процент Аномальных Изображений На его Технике На обычной Он примерно Близок Так что Пусть вас Это с одной стороны Не радует В смысле Не Пусть вам не кажется Что Проблема Решена И надо только Взять эту камеру И пойти И сфотографировать То что хочешь Да Можно Но Процент Вероятности Будет Минимально То есть Нужно Сделать Тысячу Снимков А может быть Десять тысяч Снимков Чтобы Чтобы была Вероятность На одном На двух Что будет Что-то Такое Непонятное Но Примерно Такой же Процент Будет и На обычной Камере Так что Пробуйте Если не надоест На десяти тысячном Снимке Что называется Тогда Может быть Это не для вас Если Не надоест То Попробуйте Вот эту методику Значит Сейчас У нас есть Группа Энтузиастов Емельянов Гагаринская И там Ряд других Наших Технических Исполнителей Которые пытаются Сделать Камеру На нового Поколения Которая бы Фиксировала С большей вероятностью Эти аномальные Проявления Вот Но Ребята В поиске Я Очень за них Как бы Переживаю Желаю им Удачи И очень Всячески Так сказать Остерегаю Предупреждаю Чтобы они Не повторяли Чужих ошибок Так что По большому счету Это вопрос Тоже еще Нерешенный То есть Когда люди Ссылаясь На Покойного Силанова Думают Что Это было Решено Еще в 90-е годы Я Сожалением Этих людей Огорчаю К сожалению Рано Радовались Не решено По сию пору Но Есть Есть те Кому Кто это дело Продолжает На новом уровне Хорошо Идем дальше Вопрос эфира От Александра Доброго времени Объясните пожалуйста Что такое время Каким образом Путешествуют В этой Субстанции Примеры Изъявления Не совсем Интересны Хотелось бы Понять Куда Кто В каком виде Стояние Через какие Тирнии Вот так Ну Что такое время Мы чуть раньше Формулировали А в чем А как человек Путешествует Как и любая Субстанция Ну как пространство Например Время позволяет Внутри себя Путешествовать То есть Пространство Насколько мы С вами знаем Являясь трехмерным Позволяет Путешествовать Внутри своих Измерений Анизотропно То есть Иными словами Путешествовать Вдоль каких-то Измерений Пространства Проще Чем например Путешествовать Вдоль вертикального Измерения Пространства Ну Вправо-влево Грубо говоря Вправо-влево Вперед-назад Ходить проще Чем Вверх летать И Погружаться Вниз Под воду Это Очевидно Чем Летать Очень высоко Вверх Чем погружаться Очень глубоко Вниз То есть Вроде бы Кажется Перемещаться Можно В трех Измерениях Но Тем не менее В двух Гарантировано А в третьем Как бы С большим трудом И только с помощью Технических средств Время В этом плане Похоже То есть Во времени Тоже Можно путешествовать Вдоль Каких-то Измерений Легко То есть Мы с вами Это делаем Вообще Как бы Незаметно Путешествуя Из прошлого В будущее Вместе С планетой Вместе С нами Все вместе Мы путешествуем Из года 2016 За две недели Неполные Мы пропутешествовали Уже В 13 января 2017 И сделали Это Абсолютно Непринужденно Но Вдоль Остальных Координат Времени Тоже Можно путешествовать Но Уже Так сказать С большим Трудом С большим С меньшим КПД С помощью Технических Средств С помощью Машины Времени Из этого Не следует Что путешествовать Можно Только Из Только вдоль Там Единственного Измерения Единственного Оси Времени То есть Только Из 2017 2016 Потом 2015 И так далее Путешествовать Можно Вдоль Всех Трех Измерений Времени То есть У времени Как минимум Есть Плотность У времени Есть Вариабельность И У времени Есть Такое Свойство Очень Интересное Как Энтропия Энтропия Сродни Если Искать Физическое Сравнение Этого Свойства Которое Нам Понять Сложно Но Тем не менее Есть Аналоги В нашем Бытовом Представлении Их Энтропию Можно Где-то Сравнить С Понятием С Физическим Свойством Плотности Воды То есть В воде У воды Тоже Есть Некий Аналог Энтропии Называем Давлением Чем Глубже Вы Опускаетесь Тем Сильнее Давление В зависимости От Вашей От Вашего Объема От вашей Массы То есть От вашей Плотности На вас Вода Будет Действовать Либо Выталкивать Либо Наоборот Вы будете Погружаться Внутри Воды В любом Случае Ваше Движение В этом Неравновесном Пространстве Воды Очень Сильно Зависит От Свойств Тела О котором Идет Речь От Ваших Свойств Если Речь Идет О вас В зависимости От Вашего Веса Плотности Вы Вот В разных Слоях Воды Вы Либо Зависаете Либо Выталкиваетесь Вверх Либо Скользите Вниз И Вот Возвращаясь К понятию Времени Во времени В зависимости От того В какую Сторону У вас Как у Организма Направлена Энтропия В зависимости От этого Вы тоже Как организм Как субъект Как объект Путешествуете Либо Вверх Пострелив Времени Либо В противоположном Направлении Либо Там Зависаете На одном Месте То есть Все зависит От Энтропии А Энтропия В свою очередь Зависит От Того Насколько Вы Организованный Организм Насколько Вы Живой Организм Жизнь Как таковая Это Антиэнтропийный Процесс То есть Мы с вами Это Процесс Который Отличается От Нежизни Только Одним Это Свойство Времени Под названием Антиэнтропия Кому Кому Не нравится Слово Антиэнтропия Неважно Не берите В голову Думая Что мы Какой-то Антиэнтропия Для кого Это слово Нейтрально Пусть Можете Даже Гордиться Что Мы с вами Есть процессы Противодействующие Всеобщей Энтропии Но на самом Деле Что считать Антиэнтропия А что Про Энтропийными Процессами Это вопрос Абсолютно На мой взгляд Непринципиальный Потому что Скорее всего Вселенная Находится В равновесии И количество Антиэнтропийных Процессов Вероятнее всего Равно количеству Проэнтропийных Процессов То есть Вселенная Скорее всего Напичкана Примерами Жизни То есть Примерами Антиэнтропийных Процессов И Соответственно которые, вероятнее всего, находятся в ровесе с энтропийными процессами. Но это, то есть наличие большого количества антиэнтропийных процессов, я думаю, предмет исследований на ближайший век. То есть так это или не так выяснится, скорее всего, в течение нашего века. Но в любом случае, заканчивая эту тему, главенствующую роль, разруливающую взаимоотношение жизни и отсутствие жизни, и процессов сотворения жизни, и процессов разрушения, разруливания между двумя этими принципиально разными движениями, этим занимается как раз время. То есть, по большому счету, время это и есть то, что определяет жизнь, то, что является ее граничными какими-то определяющими условиями, и то, что, в конце концов, может быть, даже и является важным его свойством. Но, что называется, это уже совсем другая история. Видимо, не для этой, не для сегодняшней темы. Напомню, сегодня мы всего-то навсего должны решить не проблемы вселенской жизни, энтропийных процессов, и сколько миллиардов лет осталось жить нашей Вселенной в связи с этим, а всего-то навсего мы ставили перед собой скромную цель, как найти хронопутешественников. Не более того. Не, мы даже не задавались этой целью, мы просто написали «путешественники во времени». Там не было слова искать, это ты немножечко уже расширил. Ну, мы поскромничали немножко. Чуть-чуть, да. Ну, хотя там в анонсе много чего было написано, но тема-то сама «путешественники во времени», а мы тут уже как и ищем, и хватаем. Ну, ты правильно, хорошо предупредил, наручниками не пристёгивать к батарее, по голове не бить, ничем не колоть, разговаривать вежливо, добро, с любовью, как с своими внуками, правнуками, кем-то ещё. Они же ваши, а не какие-то чужие. Ну, поставьте себя на их место. Вот представьте, садитесь в машину времени, приезжайте. В чужой мир, да? Почему в чужой? Нет, ну, в свою страну. В свою, но она же незнакома вам. Он сейчас, прикинь тебя, в 37-й год, например, да? Вот-вот и я про что. Или к дедушке Ивану Четвёртому, например, да? А может быть, там ещё пораньше. Как говорил Иван Васильевич, так они же все мёртвые уже. Как они могут в нас стрелами? Помните? А ему спрашивают, это кто мёртвые? Ну, да, стрелы-то настоящие. Вот, а не дай бог занесёт там ещё куда-нибудь в сторону динозавров. Вот ты скажешь, я там ваш пра-пра-пра-пра-пра-пра. На тебе дубинка по голове, да? Вот. А ты потом будешь говорить, вот прилетел к вам со всей любовью, с добрыми мыслями, а вы меня тут в грязную шкуру. Вот мы только что объяснили, почему у хронопутешественников нет ни малейшего желания вступать к нами в контакт. Очень, по-моему, доходчиво объяснили. Ну, да. Так, идём дальше. Дальше. Вопрос эфир от Сергея из Москвы. Вспоминается фильм «И грянул гром» по рассказу Рея Брэдбери. Где одна бабочка изменила ход истории? Отсюда вопрос, как, исходя из этого, можно обезопасить путешествие во времени? Как-то мы, кстати, об этом говорили в одном из эфиров. Да, мы говорили, и я писал много, но так или иначе, бабочка Брэдбери стала просто каноническим примером, который вспоминают все, и сторонники, и противники теории машины времени. Так что без упоминания этого классика уже, ну, никак не обойтись. И вспоминают его так, как будто это речь идёт не о художественном произведении, а о классике физики, теоретика, ну, как минимум. Как минимум документальный фильм, да? Или как, да, документальный фильм. Напомню, финал этого произведения, на всякий случай, кстати говорят, для нас очень актуальный, что было после того, как главный герой наступил на бабочку. Ведущий помнит, чем закончился этот фильм? Не фильм, а рассказ. Очень плохо он закончился. Ну, я догадываюсь. Всё там развернулось. А что конкретно, конкретно что? Ну, там взаимосвязь пошла, 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 сейчас ты точно скажу. А какая, 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 какая? Слушай, ну, я тебе очень... Я помню, что там всё фигово, короче, все померли. Все померли. Хорошо. Теперь объясняю. Сейчас поймёте, почему в данный момент это более чем актуальный рассказ. Который, кстати говоря, может, потому и произошёл. Заканчивается тем, напомню, Брэдбери ведь американский фантаст. И заканчивается в американском стиле. Возвращается хронопутешественник в Америку и читает заголовки газет. Оказывается, президента, которого выбрали перед тем, как он отправился в прошлое, выбрали одного президента. А когда он вернулся, оказалось, что выбрали уже другого. То есть, выборы переиграли. Ну, условно говоря, вот как если бы отправлялись в прошлое, выбрали Клинтон, а вернулся хронопутешественник, изменив прошлое случайно, и оказалось, что вместо Клинтона выбрали Трампа. Я паузу сделал, чтобы люди задумались, чёрт возьми, кто виноват. Кто там бабочку раздавил? Какой гад бабочку раздавил? Все разговоры про русских хакеров – это пустяки, детский лепет по сравнению с тем, что мы сейчас затронули. То есть, подожди, он пророком, что ли, был? Он там писал всю ситуацию, что ли, да? Только другие фамилии там поставил? Ну, я так немножко с иронией говорю. Но, тем не менее, так сказать, для американского читателя, да, это страшно подумать, представить себе, что вместо одного выбрали другого. Это ужасно. Это хуже, чем конец света. Вот. Но для нас, может быть, это не столь показательно, поэтому русские читатели, как правило, на это не обращали внимания, на такой пустяк. Да какая нам разница, кто там у них президент? Но на самом-то деле вопрос не в этом, вопрос не в президенте, а вопрос в том, может ли какое-либо воздействие на время, то есть на прошлое, привести к растущей ветви изменений. То есть, эта ветвь изменений будет нарастать или будет постепенно затухать? То есть, объясняю на пальцах, по Брэдбери гибель одного организма, даже маленького, бабочки, приводит к появлению ветви нарастающей. То есть, эту бабочку хотел скушать воробушек, он не скушал, умер от голода. Эту воробушка хотела скушать там лиса, она не съела воробушка, потому что он сдох. Лиса тоже сдохла, эту лесу должен был там другой хищник съесть. И в результате пошла цепь только нарастать и лавинообразно. То есть, изменения растут как ком, как нарастающий ком снега, который вот лавиной катится. Вот это лавинообразное накопление изменений, оно безусловно способно не только там президентов в Америке менять, но, наверное, и на больше способно. Но в реальности, как мы видим по физическим, опять же, свойствам времени, этого лавинообразного нарастания нет. То есть, это процесс затухающий. То есть, напомню, в физике, среди физических процессов есть процессы затухающие, есть процессы стабильные и есть процессы лавинообразные. Например, цепная реакция. Она может идти затухать, ее надо поддерживать, а может нарастать и быть взрывоподобной или с разными скоростями развиваться. Одним словом, вот в зависимости от градиента, в какую сторону направлено, в сторону увеличения это воздействие или в сторону уменьшения, естественно, зависит и итог. Вот то, что мы видим из свойств времени, говорит в пользу затухающих воздействий. То есть, иными словами, бабочка, конечно, это непоправимо с точки зрения экологов. И убивать бабочек нельзя на всякий случай. Но думать, что гибель бабочки приводит к смене президентов, знаешь, всерьез, мягко выражаясь, на это рассчитывать нельзя. Скорее всего, за небольшой промежуток времени гибель бабочки, поскольку вообще микроорганизмы есть явление массовое, то, естественно, гибель одного там из миллионов организмов, при том, что они и так дохнут миллионами, она не приводит к какому-то сильному изменению. Место этой, пищевую нишу этой самой бабочки займет другая бабочка, которая бы, не освободись места, сдохла бы, может быть. Но поскольку место освободилось, она выживет. В результате, за счет того, что за счет закона больших чисел, за счет того, что микроорганизмов миллионы, в целом, так сказать, будет какой-то баланс. Значит, если бы этого не было, то есть, если бы, вот сейчас обязательно, естественно, я понимаю, в любом разговоре обязательно может и обязательно находится скептик, который может поставить любые слова, так сказать, под сомнение, который скажет, насколько правомощны там ваши эксперименты со временем, которые показали, что воздействие на время затухает, имеет затухающий характер. Может быть, вы ошибаетесь. В этом плане, естественно, мне просто проще бы посоветовать скептикам самостоятельно провести исследование, ну, либо провести хотя бы логическое, логический эксперимент, который заключается в следующем. Вот чисто теоретически, мы с вами сейчас не на практике отправимся в будущее, а чисто теоретически. Представьте себе, возможно ли так, возможен ли идеальный вариант путешествия в прошлое, при котором путешественник вообще никакого воздействия на прошлое не оказывает. То есть можно, наверное, вот как в этом рассказе, какие-то антигравитационные тротуары проложить, чтобы не касаться травы, чтобы люди не шли по траве, не дай бог не затоптали там букашку, таракашку, бабочку, чтобы ни в коем случае не сошли с тропы, там страшные предупреждения. Можно это сделать, ну, теоретически, конечно, но совсем 100% гарантировать от воздействия на большие организмы можно, на средние организмы, так сказать, можно еще так попытаться, но на микроорганизмы, даже не размеры бабочек, а каких-нибудь бактерий и прочих вирусов и разных всяких там микробов нельзя даже в принципе. То есть если вы попали в прошлое, то вы по определению уже вдохнули миллион или миллиард вирусов, бактерий и всяких разных бактериофагов, большую часть из которых вы сгубили, они тут же сдохли у вас в кишках, меньшая часть вступила в контакт во всякую там половую и прочую связь со своими собратьями, которые уже внутри вас существуют, привели они к появлению какого-то нового поколения микробов, бактерий, не знаю, будет ли от этих бактерий у вас прививка и антитела, но в любом случае вы уже, сделав первый дох и первый выдох, вы уже вступили в так или иначе, в какую-никакую, но связь с окружающей средой. При этом, естественно, и среда на вас оказала влияние. Я надеюсь, в будущем умеют делать прививки от всяких зараз, от которых мы уже потеряли способность переносить спокойно болезни от этих зараз. Но вот как сделать прививки бактериям, которые уже живут в прошлом, это большой вопрос. Скорее всего, больше урон вы нанесете им, а не они вам, поскольку ваше здоровье будет под надзором врачей из будущего, а вот здоровье микроорганизмов из прошлого никто не контролирует. А вы, выдохнув из своих легких несколько миллионов бактерий, которые с собой привезете, вы погубите очень приличную часть местной флоры и фауны, которая либо, а, заразится от ваших бактерий, либо, б, может быть, использует ваши бактерии в пищу, может быть, еще каким-то образом вступит в контакт. В любом случае вы окажете неконтролируемое влияние на микро- и макрофлору. Так что абсолютно стерильного воздействия на прошлое быть не может. И если это так, то выход только один, точнее, варианта два. Либо путешественники во времени, которые в прошлое, безусловно, ездили, ездят и будут ездить, уже безнадежно испортили наше прошлое. И мы все очень скоро в апокалипсии и гиене огненной сгнием, поскольку президента, как мы видим, уже переизбрали. Что говорить о том, что явно путешественники во времени поработали вместо женщины, выбрали Трампа. А скоро и вообще, так сказать, нашей цивилизации придет конец, потому что спасти вот от таких воздействий не может, естественно, никто. Ну, либо второй вариант. Да, такие воздействия на самом деле, во-первых, а, самозатухающие, во-вторых, я все-таки отношусь к тем людям, которые по секрету от экологов, я очень уважаю экологов, участвую в их движениях, поддерживаю их движения, но я убеждаюсь, что на примерах гигантских катастроф, самых больших катастроф, которые я видел, на примере вот катастрофы в Юго-Восточной Азии, я убеждаюсь, что природа, наш организм саморегулирующийся. То есть, если как только человек прекращает воздействие, природа очень быстро возвращает, берет контроль в свои руки и возвращается, все возвращается на круги своя. Так что не мешайте природе, и все, она сделает все в лучшем виде. То же самое скажу и о времени. Не лезьте в изменения во времени, то есть, конечно, если чуть-чуть напортачили, можно и исправить свое чуть-чуть. Если совсем чуть-чуть, то не пугайтесь и других не пугайте. Природа сама все исправит. Ну, в крайнем случае, если она не исправит, вы вернетесь и узнаете, что вы вместо одного президента выбрали другого. Только и всего. Всего-то и делов. Да, или так узнаете, что там выбирать уже больше некого. Всего-то и делов, да. Так, дальше. Вадим Климчук. Дальше такой вопрос интересный. Вопрос в эфир. Вадим Александрович, расскажите подробнее о НЛО, которое зависло у вас над головой ночью во время экспедиции. «Опишите, пожалуйста, внешний вид, его цвет и размеры». А там еще, наверное, в скобочках, с кем вы там поговорили, с кем чай пили, как они выглядели, что вам сказали, ну и так далее. Ну, не совсем правильный ответ, вопрос точнее, потому что я в экспедициях много-много десятилетий, и НЛО бывало много хороших и разных. Так что вариантов, как ответить, у меня как минимум несколько. Но, скорее всего, как мне кажется, не знаю, где этот момент он подглядел, подслушал или прочитал, но, скорее всего, он имел в виду то, что несколько раз над нами по ночам, кстати говоря, зависало НЛО на Медведской гряде. И вот там речь идет, хоть и случаев несколько, но речь идет об одном и том же НЛО. Поскольку мы видели его не только над собой, но и видели на Земле, мы могли измерить его метрами. То есть я поэтому знаю, что он размером 80 на 80 на 50 метров треугольник. Большой треугольник, на черном днище которого, черное матовое днище, и на нем выделяются три больших светящихся шара размерами примерно 2-3 метра каждый шар на вершинах треугольника. А посредине этого матового треугольника большая конструкция такая, размерами примерно 20 метров. Посредине этой конструкции что-то такое напоминающее, если не люк, то, по крайней мере, какой-то отдельный отсек. И вот посредине этого отсека еще некое, так сказать, сопло-не сопло, прожектор-не прожектор, но отверстие, из которого идет луч света вниз. В общем, вся эту конструкцию, поскольку и я, и другие видели многократно, несколько раз пытались и на видео, и на фото заснять. На видео одно изображение есть, оно у меня на страничке есть, можете посмотреть, как это выглядит. А поскольку видео не передает всех нюансов того, что видит человеческий глаз, поэтому отдельно там я приводю фото-реконструкцию, как выглядит этот объект. То есть то, что он техногенный, то, что это техническое средство, у меня нет ни малейшего, как у инженера по летательным аппаратам, у меня нет ни малейшего, так сказать, в этом сомнения. Но вот о дальнейшей, так сказать, работы по его реконструкции, по тому, как понять, за счет чего он летает, что является движителем, что чем, какую функцию несет вот в этом аппарате, это, так сказать, вопрос очень интересный. И я планирую в этом году прочитать лекцию по устройству техногенных, по устройству некоторых техногенных НЛО. Ну, конечно, с оговоркой по возможному устройству. Так что давайте подробно сейчас на этом уже не будем, остановимся. Постепенно, может быть, либо в рамках радио, но на радио трудно показать чертежи, либо в рамках космопоиска. Но мы обязательно к этому вопросу вернемся, потому что мы от него не уходили далеко никуда. Мы, можно сказать, все помним и ничего не забыли. Я надеюсь, что у нас все-таки появится новый сайт, там будут более широкие возможности, в том числе и с показом во время эфира, много чего. Надеюсь. Так что ждем-с, ждем-с, а там дальше посмотрим. Оправдаются ли наши ожидания? Итак, следующий вопрос. Вот Павла Искемерова. Вадим, как вы считаете, возможно ли связь с другим временем без перемещения вовремени? Например, как в фильме «Радиоволна по радиоприемнику»? Абсолютно убежден, что это вопрос решаемый технически и рано или поздно так оно и будет. Ну, в смысле, не прям как в фильме. Нет, я имел в виду связь в принципе. Связь – это вопрос решаемый. Как технически мы к этому подберемся, вопрос в другом. Мы пытаемся это сделать, вот эксперименты пытаемся провести на той же машине времени, модулируя ее излучение. Но нам для фиксации нужна другая, еще одна машина. То есть, одно использовать в качестве передатчика, вторую – в качестве приемника. Вот. Но пока, как бы сказать, средств не хватает на вторую. Вот. Но эксперименты такие мы проводить собираемся. Это в наших планах. Почему я так уверенно и оптимистично смотрю на то, что вопрос этот решаемый? Во-первых, потому что есть реальные примеры, примеры, косвенные, конечно, доказывающие, что информация проходит сквозь время. А во-вторых, перед моими глазами есть другой пример. Как решался вопрос со связью, например, не в темпоронавтике, мы сейчас говорили про темпоронавтику, а в космонавтике. Вот кто не был в музеях Циолковского? Я очень советую обязательно, так сказать, посетите его музей. И не только всемирно известный музей в Калуге. Про него знают все. А музей, я очень надеюсь, что будет музей в городе Рязани, куда я, как я уже сказал, недавно ездил, открываю тайну, ездил для того, чтобы убедиться, что музей Циолковского, дом Циолковского, который до Калуге жил в Рязани, что он еще не снесен, и что его еще можно спасти. Если кто-то меня слышит из рязанцев, пожалуйста, как бы сказать, знайте, что мы вам не простим, если этот дом будет снесен, как хотят с ним сделать. И не только потому, что это просто непростительно в год 160-летия Циолковского делать, и не только потому, что это непростительно будет к памяти этого великого гения, но и потому будет непростительно, что опыт и ошибки Циолковского, который, конечно, он гениальный человек, но ошибки тоже допускал, как любой человек, будут забыты. Вот чтобы не повторять его ошибок, нужно, что называется, память свою сохранять. Так вот, пример Циолковского как раз говорит о том, что мы недооцениваем наши технические возможности. Циолковский, когда, напомню, что все считают его пионером космонавтики, и я тоже как бы от этого мнения не отказываюсь, безусловно, он пионер космонавтики. Он первым технически представлял, как оно будет выглядеть, как будут летать в космосе люди, во что они будут одеты, как они будут кушать, как будут в туалет ходить. Ну, многие вопросы он пытался решить, и многие вопросы он решил правильно. Но один вопрос он решил неправильно. На вопрос, какая будет связь из космоса на Землю? Циолковский искал ответ на этот вопрос. Напомню, он это искал вопрос еще в те времена, вы не поверите, в те времена не то, что не было еще мобильной связи, не то, что не было интернета или телевидения. В те времена, когда он этим занимался, не было слова радио, не существовало еще такого слова. И поэтому ничего удивительного в том, что Циолковский не догадался, что космонавты будут связываться с Землей и между собой посредством радио. То есть, в принципе, не знал этого понятия. И не зная, как решить этот вопрос, а в то время знали много связей, но эти средства связи не годились для космоса. Потому что провод нельзя было протащить. Ну, можно было по телеграфу тогда отбивать депеши с помощью азбуки Мерза. Но на орбиту телеграф с помощью провода было не дотянуть. Вестового или там голубиной связи тоже не годится вариант. И Циолковский придумал, что космонавты будут связываться с Землей посредством зайчиков. С помощью солнечных зайчиков. То есть, они будут брать с собой зеркало, трюмо бабушкину, и с помощью этого трюмо посылать на Землю зайчик. И тряся этим трюмо, значит, с помощью азбуки световой, азбуки Мерза сообщать, делать сообщение. Вот так он выкрутился из этого положения. Подчеркиваю, этот гениальный человек, но даже у гениального человека бывают ошибки. Потому что он, не потому что он глупый, потому что он не знал еще того, что знаем мы. А мы знаем, что такое радио. Так вот, если я сейчас скажу, что я знаю, как будут связываться между собой путешественники во времени, я скажу, они будут связываться друг с другом с помощью модуляции излучения работы самой машины времени. Наверное, меня будет распирать от гордости за мое гениальное решение. И, может быть, даже оно действительно будет работать. Но что-то мне подсказывает, что лет через 10 или там 20 появится какой-то новый способ, гораздо более простой, но гораздо более действенный. Такой, что мой способ окажется смешным. Примерно как вот в случае с Циолковским. Поэтому, пожалуйста, дорогие жители Рязани, не забудьте, пожалуйста, проконтролировать, чтобы дом Циолковского по улице Вознесенского 40 не сломали. На нем уже висит табличка. Я несколько дней назад это своими глазами видел. Что дом готовится к сносу. Значит, вам не простят, если этот дом не будет сохранен. Я очень надеюсь на это. Имейте в виду, уважаемые жители Рязани, как, в общем-то, и другие, что путешественники из будущего, они очень осторожные, они не показываются на глаза, но бьют больно и сильно. И почувствовать вы, с какой стороны вас, кто подойдет и ударит, не сможете. Ну, я бы сказал так. Им даже бить нас не надо. Просто они, в отличие от нас, они живут позже. Их мнение о нас гораздо более страшное, ну, действенно, чем наше мнение о их. Потому что их мнение будет крайним. То, что они скажут о нас, гораздо страшнее, чем мы себе скажем. Дело в том, что бить можно не только ногами или руками. Ну, и словами, да. И словами, и мыслями. Вот перехожу к своему варианту, как будут связываться. Есть очень простой способ, к которому сейчас все подходит и который в дальнейшем будет широко распространен. Это общение мыслями. Вот и все. Не надо будет специальных каких-то устройств. Если они будут как переходные какие-то, как костылики, они будут очень маленькие, очень простенькие. Но работать будут на невероятные по сегодняшним вообще возможности представлением дальности. Вот. И с необычной для нас скоростью. Не надо будет никаких там сот, не надо будет каких-то больших передатчиков и так далее, тому подобное. Все это очень будет просто и все это очень будет обыденно. То есть нас не будет понимать, как вы вот этими всеми вот большими предметами и втыкивали себе в ухи там, и сидели перед ними, и глаза портили себе. Зачем? Все это намного проще. Конференции можно устраивать и по-другому, не пользуясь этой всей ерундой. Вот эта фитюлечка такая, меньше сантиметра размером. Вот приложил ее к этому месту и все, общайся с кем хочешь. Сразу и без задержек, и сразу понятно, что и образы сразу рисуются и так далее. Вот так будет все у нас. Ой, я что-то проговорился, кажется. Я не мешал. Да, идем дальше. Так, ладно. Вопрос в эфир от Евгения. Ехали с женой на автомобиле из одного города в другой и попали в хрона-аномалию. Свидетель, жена, так пальцем, свидетель, жена. Где можно писать этот случай? Ну, опять же, присылайте мне. Если этот случай связан с НЛО, пишите на сайт ufaseti.org. Это такой всемирный сайт по анализу. Каждый год я анализирую события за год, выявляю особенности того, что произошло за год на основе всей этой информации. 10 числа, то есть два дня назад, был такой доклад. Он уже выложен в сеть, можете посмотреть. То есть, иными словами, ваши все сообщения, они как максимум приводят к каким-то разовым исследованиям, если это действительно случай из ряда вон выходящий. А если случай рядовой, то как минимум становится частью статистики, на основе которой мы переходим к какому-то, может быть, иногда далеко идущему выводу. Так что помогайте, только занимаясь общими силами, мы сможем разобраться с этим тысячелетним загадочным явлением под названием НЛО. А, ну, мы говорили не только об НЛО, в общем, про НЛО сшлите туда, а по другим, не связанным с НЛО событиям, ну, хотя бы на Космопоиске или мне лично, или просто на сайт Космопоиска. Мы уж разберемся, кому там переслать, какому специалисту. Дальше вопрос к тебе несколько с упреком. Вот Владимир Измытищ. «Вадим, начал я слушать твой отчет про бабу Валю, говорящую с волками, и расстроился. Не дослушал и поставил на паузу. Ответь, ну почему ты не взял эту бабушку и не привез ее в Кыштым? Пусть у местных волков спросила, куда пошли карлики? Волки-то они все знают». Ну, я благодарен за идею. Баба Валя вообще, так сказать, не только там, в других случаях была бы полезна. Но, знаете, как всегда, вот технически все, идеи упираются в техническое воплощение. С бабой Валей не все так просто. То есть, были эпизоды, когда мне удавалось привозить ее на машине. А как бабушку, естественно, извините, и надо за ней заехать, привезти, потом вернуть на место в прежнем виде. Она, в отличие от нас, своим ходом, естественно, ездить не будет. Поэтому нужен, как минимум, нужен водитель с машиной. Если он есть, то я с благодарностью, так сказать, воспользуюсь его помощью. Значит, везти ее за 2000 километров к Иштым, сами понимаете, ну, не совсем удобно, с моей точки, с технической точки зрения. Если, опять же, кто-то поможет, я не только не буду против, я буду благодарен. Но, пользуясь случаем, еще напомню об одном. Бабе Вале надо помочь, не только надо делать так, чтобы баба Валя нам помогала, но и ей надо помочь. У нее тоже есть проблема. Кто читал мою книгу, там есть глава про Бабу Валю, книга про Медведьскую гряду, там ей целых две главы посвящено. Так вот, первая глава посвящена ей, а вторая глава посвящена ее внуку. Тоже, так сказать, феномен, с одной стороны, с другой стороны, большая-большая проблема с этим внуком. И этого внука нужно привести к дельфинам. Вот это, как бы сказать, если кто-то это сможет сделать, хотя бы в Саратовский дельфинарий отвезти ее, или в Волгоградский, или там Самарский, хоть куда-нибудь. То есть, технически надо помочь женщине. И можно не только помочь вылечить этого внука, который столь же гениален, как и бабушка, но и болен, в отличие от бабушки. Ему нужна дельфинотерапия. Вот это, так сказать, я готов больше сказать спасибо тому, кто поможет внуку этой бабушки, чем тому, кто поможет нам, привезя эту бабушку. То есть, сначала давайте поможем внуку, а потом уже поможем нам в виде, так сказать, помощи бабушки. Ответ понятен. Идем дальше. Вопрос эфира от Михаила из Москвы. В какой момент, на взгляд специалиста, более благоприятное время для прибытия в наше время хронопутешественников? Судя по известным фильмам, это, как правило, всегда происходит при каких-нибудь серьезных открытиях или серьезных катастрофах. Интересно, зависит это от природных условий, в том числе воздействия лунных циклов. Благодарю. Ну, сегодня мы уже упоминали о том, что чаще всего подобные события происходят на утренней тумане, на утренней росе, но это время суток. А человек сейчас затронул момент, ну, видимо, речь шла о годах, месяцах, как минимум, то есть, если речь об исторических событиях. И вот здесь я вас обрадую или заинтригую. Все зависит от того, будете ли вы слушать доклад, который выложен в сеть, он доклад трехчасовой, выложен, я сказал, два дня назад, я читал доклад по итогам уфологической активности НЛО за последний год, 2016. Ну, и, естественно, этот год я сравнивал с предыдущими десятилетиями. Так вот, краткое резюме с этого доклада, которое, возможно, вас заинтересует, заинтригует, и вы прослушиваете его полностью. Впервые за 25 лет, когда проходит такой анализ, подчеркиваю, впервые за 25 лет, было отмечено рекордное резкое повышение количества НЛО в мире и России. Предыдущее резкое повышение такого количества, тоже рекордное, было перед развалом Советского Союза. То есть, сейчас вот такое косвенное, может быть, кого-то это сильно сейчас напряжет, кого-то испугает, меня это, ну, как минимум, раззадаривает и как минимум озадачивает в том смысле, что ставит перед собой очень важные задачи. Это надо использовать, эти знания, и использовать как можно скорее. Это означает, что как минимум часть этой статистики действительно дают машины времени. То есть, часть НЛО, о которых мы говорим, это машины времени. В этом, как бы, сомневаться приходится мало, и в какой-то степени это, ну, объясняет, почему их становится перед историческими процессами больше. Но, вне зависимости от того, кто они и откуда они прилетают, если расценивать увеличение этого, причем, подчеркиваю еще раз, рекордное увеличение такого количества, если расценивать как косвенное подтверждение тому, что грядут какие-то исторические, важные исторические перемены. Из этого следует, что действительно нас, во-первых, ждет какие-то важные изменения в 2017 году, причем быстрые изменения, не до конца, не в конце 2017 года. А я думаю, ну, как минимум, не позже, чем лето 2017 года. Это, во-первых, это для конспирологов, для политиков, для историков и просто для людей, интересующихся нашей с вами жизнью и бытом. Это вопрос очень важный. Причем чуть ближе я даже буду готов сказать, когда наступит этот рубежный момент. Опять же, основываясь на анализе этой статистики. И думаю, что вряд ли я ошибусь, хотя, конечно, опыта в этом смысле у меня мало, потому что опыта у всех нету на этот счет, потому что у нас пока был всего один такой прецедент, чтобы при резком увеличении количества НЛО происходили какие-то важные события. Собственно, это на нашей памяти было единожды, как мы помним, в 1991. Вот. Так что сейчас надо ждать, вернее, не надо ждать этих изменений. Надо их либо делать, либо, соответственно, нивелировать эти события, в зависимости от того, что вы ждете. Но в плане нашем их надо использовать. То есть грех не использовать это резкое повышение активности в своих прикладных целях. В частности, в целях таких, о которых мы говорили. Мы о чем сегодня говорили? О том, чтобы выявлять, когда и где можно увидеть, зафиксировать вот эти самые процессы. Вот ждите, что очень скоро, то есть в течение полугода примерно, количество этих процессов будет только расти. Так что наша задача, поговорив об этом, не забыть, не отложить в долгий ящик, а как минимум используют на практике в ближайшие полгода, не позже. Так что если кто-то хочет принять в этом участие, не откладывайте, пожалуйста, в долгий ящик. Кто может помочь, помогайте. Кто хочет работать в экспедициях, приезжайте и работайте. Но если вы думаете, что как-нибудь потом выйду на пенсию и займусь этим лет через несколько, боюсь их горчить, условия могут измениться. Как-то так некоторые, мне кажется, люди ручки стали потирать. И так сразу говоришь, Советский Союз развалился, да? Советский Союз развалился, когда и наложек много. Так, кто там за Советским Союзом-то по размеру? Угу. Вот, ребята, на кого все показывают. Понятно, понятно. Так что летом садимся, наблюдаем, все дружненько. А ты говоришь, присоединяйтесь. Сразу такое-то представление. Лопаты берем в руки и помогаем разваливаться. Ну, у нас будет сейчас выкристаллизовываться программа. Как это использовать? Программа по техническому выходу на контакт. Как это сделать технически? Но, на всякий случай, подчеркну, программа, естественно, я ее вынужден ускорять, поскольку сроки ускоряются, сроки сжимаются. То есть, если до этого мы могли себе позволить поговорить об этом спокойно, абстрактно, как-нибудь, когда мы будем побогаче, когда у нас будет много лишних денег, тогда мы этим, пожалуй, займемся. Денег у нас не было, нет и, скорее всего, не будет. Но откладывать нельзя. Времени, к сожалению, у нас полгода. Да, времени вообще такая штука. Можно сказать, вообще его нет времени. Поэтому делай прямо сейчас, это называется. Тут в чате уже конкретные указания идут. Если мы с тобой так рядом да около, что-то так пальцем не показываем, хотя ты был слоненок, да? А вот здесь вот прям конкретно уже. Вот эти ребята, вот на них прям только фотографии не показывают. Так что, кто не в чате, завидуйте. А с другой стороны, ну, давай так представим себе. Всё-таки там те существа, которые появляются, они более высокоразвиты. Они всё-таки общаются на нескольких иных энергиях более высокого уровня. И там применяются технологии, близкие к физиологическим. То есть, там не надо особой техники. Тебя слышат, даже если ты слова не произносишь. И слышат на достаточно большом расстоянии. Поэтому для общения с ними не надо никакой техники. Ты просто с ними разговаривай. И всё. Отлично. Идём дальше. Идём дальше. Вот, Ярагор, вопрос эфир. Вадим, ничего не понял. Поясните, кварцевые генераторы или индикаторы на какую частоту? Частота не может быть одинакова у генераторов, ибо стабильность разная кристаллов. Нет, к сожалению, с точностью да наоборот. Именно что подбираются одинаковые кварцевые генераторы. Это несложно сделать. Сейчас их штампуют, в общем, в массовых количествах. И даже если у них частота не идеально одинакова, это не страшно. Потому что нам на выходе нужно иметь разницу в этих частотах. И эту разницу, естественно, можно обнулять. То есть, если окажется, что между двумя генераторами в спокойном состоянии разница равна 10 биениям за секунду, например, просто анализирующее сравнивающее устройство может обнулить вот эту разницу и ее просто, так сказать, не учитывать. А уже дальше учитывать дельту, которая будет возникать в плюс или минус между этой разницей. То есть, нам нужна, условно говоря, разница, которая будет относительно спокойной разницы. Надеюсь, вы поняли. Нам нужна дельта. Понятно, понятно. Идем дальше. Так, Владимир Змытищич, почему ты говоришь про следы на Земле от опор НЛО? Думаешь, они полгалактики пролетели, чтобы банально тремя опорами Землю продавить? Это, знаешь, как художники 19 века изображали 20 век автомобили с паровыми трубами, черным углем, угольным дымом. Это как-то не по-научному, что ли? Тебе не кажется? Ну, во-первых, не кажется. Во-вторых, если автор лучше меня разбирается в летательных аппаратах, ему, так сказать, виднее, у меня есть образование, которое мне нужно, именно образование, которое позволяет мне именно так и думать. Но допускаю, что в будущем над моими взглядами будут смеяться, и они могут выглядеть наивными. Допускаю. Но сейчас на том основании, что я вижу глазами и видят приборы, я именно это и наблюдаю. Подчеркиваю, если вы думаете, что тот, кто способен через полгалактики пролететь, здесь не оставляет следов, вы вправе так рассуждать. Но точно так же вы можете думать, что балерины, которые порхают на сцене, тоже питаются цветочным нектаром. Вы тоже можете пребывать в точно такой же наивных представлениях. Ну, конечно, балерины, они небесные создания, они не могут, извините, ходить в туалет по-большому. Они непременно только нектаром и божьим духом питаются. А инопланетяне, которые летают на своих кораблях, они, конечно, не оставляют следов, потому что они воздушны и невесомы. Ну, возможно, подчеркиваю, возможно, те, кто опережает нас на миллионы лет и прилетают к нам в каком-нибудь эфирном суп надгипергравитационном виде, может быть, они действительно не оставляют следов, разве что там в подпространстве оставляют вмятины. Те же, чьи следы я наблюдал, тем не менее, вне зависимости от того, во что я верю, во что верит слушатель, который задал этот вопрос, вне зависимости от того, какого у нас образования, они оставляют замечательные следы вмятины на земле, которые позволяют мне, перемножив площадь этого следа на глубину вдавленности этого следа, сделав скидку на плотность почвы, вычислить массу их аппаратов. То есть, иными словами, это такая физическая реальность, которую можно измерить, зафиксировать и сделать какие-то определенные выводы. Благодаря этим вдавленностям, в частности, я рассчитал, что масса аппарата с габаритными размерами 80 на 80 на 50 метров, так кто в теме примерно уже представил, это размеры современного авиалайнера типа Боинга 747. Размер, так, на вскидку, размер таких лайнеров порядка 300 тонн. Значит, это имеет в виду наших лайнеров, таких габаритов, а размеры НЛО, массу, которую я вычислял, примерно такие же, а массой, получается, давление, которое они на опоры оказывали, говорит, что они массой порядка 50-70 тонн. То есть, по массе они, ну, как минимум в несколько раз легче. Материалы, видимо, другие, может быть, конструкция другая. В любом случае, масса у них есть. Пусть эта масса меньше, но, тем не менее, при таких габаритах она достаточно большая, чтобы вдавить почву. Тем более, что речь идет о посадке на обычную земную почву, а вовсе не на бетонку в аэропорту. Если бы на эту же почву каким-то образом, ну, сам он не сядет, ну, каким-то образом опустили бы сверху краном Боин 747-й, то он бы вдавил почву как минимум в несколько раз глубже. Так что вдавили нас на почве, вовсе не декларируют, что перед вами какой-то отсталый древний аппарат. Естественно, чем, ну, практика показывает развитие, по крайней мере, авиационно-космической техники, показывает, что чем дальше в развитии, тем аппараты не только более совершенные, но и менее массивные, то есть при использовании новых конструкционных материалов экономится масса, и в конечном итоге корабли экономят вес. Но они не стремятся к нулю, это масса этих кораблей. Они меньше в разы по массе, по сравнению с чугунными аппаратами начала века, но все равно они имеют все-таки какую-то массивную массу, какую-то массу. Ну, точно так же, извините за то, что я так вот опорочиваю светлое имя балерин, точно так же и эти замечательные, безусловно, воздушные существа все-таки питаются не только божьим нектаром и тоже порхают по паркету иногда и не только. В рифму до туалету, да, понятно. Да, иногда даже, боюсь сказать это слово, и в туалет ходят. Страшно. По паркету до туалету, видишь, мы так это возвышенно, зарифмовали. Хорошо, понятно. Обрыв связи. Итак, мы возвращаемся в эфир. Сейчас для приличия я поставлю какую-нибудь отбивочку, чтобы понять, что мы в эфире. И после этого тогда уже продолжим. Потому что произошел обрыв связи. Ну, что было, то было. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Итак, связь восстановлена. Мы продолжаем наш разговор. Хотя пять минут назад пытались ответить на вопрос, какой связью пользуются хронопутешественники. Да, мы ответили на тот связь, какой они пользуются. И поняли, что мы пользуемся не совсем совершенной связью. Вот как раз и подтверждение, что в том светлом, далеком будущем, уже даже не Алиса Селезнева, а еще дальше, там такой примитивной связью не пользуются. И программами такими примитивными не пользуются. И тем более такими бальфами, бальфами, яфиками на столах тоже не пользуются. Итак, пляшем дальше. Про то, что там у нас с черными угольными трубами и дымом, да, это про паровозы и так далее мы поговорили. Теперь поговорим о том, как там... А, нет, поговорили про то, что бороздят там Большой театр, да, у нас просторы Большого театра от паркира до этого самого. Идем дальше. Алексей издалека. Привет, земляне. Если я окажусь в другом времени, что делать? Это как раз ты уже ответил. Да, я ответил на этот вопрос. Да, поэтому мы его пропускаем, мы его прочитали, пропускаем. И еще один вопрос. Все хроники могут быть из параллельной мерности. Тогда некоторые вопросы бесполезны. Что тогда? Как быть? То есть вот не просто откуда-то из будущего, а из параллельности. Раз, ввалился сюда. Раз, вывалился. Что делать? Ну, на самом деле, ничего страшного, принципиально страшного нет, потому что и в том, и в другом случае не в их интересах здесь оказывать воздействие на нашу реальность. Но не то, что даже им от этого плохо будет. Им будет от этого плохо. А от того, что им параллельно, то есть в буквальном смысле, если это параллельный мир, им, как говорят молодежь, мне параллельно какое-то событие, когда говорят о том, хотя, когда хотят сказать, что им все равно. Вот в буквальном смысле здесь. Параллельно во всех смыслах. Зачем им здесь что-то менять? То есть их задача, если они сюда попали, либо вернуться обратно, либо тихо, ну, если они сбежали откуда-то и хотят спрятаться, то есть не случайно сюда попали, залечь на дно и отсидеться. Но никак не возводить революции в мирах, в странах, которые им чужды абсолютно и абсолютно параллельно. Так что не волнуйтесь, не делайте им плохого, они точно вам в ответ ничего не сделают. Все сводится опять к самому простому и банальному. Никогда не делайте того, что не хотите, чтобы сделали вам. Абсолютно точно. И будет вам счастье. Вот, слушай, все религии, все учения... Ну, нет, вру, не все, не все, не все. Сейчас меня закидают... По крайней мере, все передачи, в которых мы отвечали на вопросы. Я имею в виду про религии. Многие религии, многие религии и многие учения учат вот тому, о чём мы говорим во всех наших передачах. Не делайте никакого плохого другим людям. Мыслите позитивно, мыслите о хорошем. Созидайте, сами совершенствуйтесь. Вот, в принципе, и сегодня тоже сквозит прямо такая красная нить, вот эта вся тема. Делайте только добро тем, кого встречаете. Никогда злых намерений ничего не представляйте. И всё будет замечательно. В том числе и с пришельцами. Параллельные они вам или перпендикулярные. Пришли, радуйтесь. А вот когда поймёте, зачем они прошли, вот тогда и предпринимайте действия. А не просто так сразу встречать этих карликов и начинать к ним камнями кидаться. Этого не надо делать. Это неправильно. Так, дальше идём. Вопрос эфира от Владимира Заматевича. Чем может быть примечательно наше время для путешественников во времени? Как думаешь, существуют ли хронокурорты для этих хронотуристов? Вот напишет же. Ну, чтобы, знаете, слово «хрона» некоторые товарищи не имели возможности соблазна сокращать до слова «хроники». Я вот у кого-то видел, когда говорили о хронотуристах, так несколько пренебрежительно их назвали хрониками. Ну, они, может, нас и слышат. Ну, если слышат, то не обидятся на нас, глупых. Но чтобы вот ассоциаций таких не было, я обычно называю другой термин «темпаронавты». «Темпо» — это тоже слово «время». То есть «хрона» нафты звучит совсем как-то так вульгарно. А «темпаронавты» вполне себе не только с научной точки зрения правильно, но и с точки зрения красоты русского языка. Тоже, кстати, не обидно. Ну, ладно, это короткий экскурс о названиях. Так вот, неважно, откуда они и зачем они, в любом случае эти самые «темпаронавты», хронотуристы и прочие путешественники во времени, это фактически разновидность всех остальных туристов, путешественников. Это, в конце концов, те же самые «мы» с вами, только переведите на себя стрелки или поставьте себя на их место. Это взаимоотношения с темпаронавтами, между нами и темпаронавтами, примерно по тем же самым канонам и правилам могут ставиться как взаимоотношения между вами, нами, нами, вот всеми нами, и там аборигенами, которым мы приехали в гости в какую-нибудь дикую, необузданную страну, типа «не хочу никого обидеть», ну, какую-нибудь третью страну из третьего мира, где находятся курорты. Вот, если честно, я не знаю, где находятся хронокурорты, о которых человек спрашивает, и есть ли вообще такое понятие в фантастике? Я, конечно, читал про нечто подобное. Не знаю, может быть, автор тоже читал. Там, я напомню для тех, кто не читал подобных книжек, там речь шла о временах гораздо более ранних, чем появление динозавров, то есть во времена ранней Земли. Якобы, ну, это мнение автора, которую я не разделяю, якобы в те времена стерильная почти Земля, потому что на ней не было микробов, естественно, не бегали еще всякие там змеи, гады ползучие, ядовитые и прочие, так сказать. То есть не надо было опасаться, думая, там, ядовитая змея, не ядовитая, там, гриб съедобный или несъедобный, потому что не было вообще никаких грибов. Ну, то есть живи, не хочу. Главное, только продукты надо было откуда-то завозить, а так, так сказать, жить припевающе. Так якобы, так сказать, хронокурорт выглядит с точки зрения одного из авторов. Но, если честно, даже не хочу начинать критиковать вот этот пример, потому что минусов, по большому счету, там больше, чем плюсов. Ну, в стерильном каком-нибудь боксе медицинском, наверное, лучше жить, чем вот в таком мире, о котором я описал, хотя бы потому, что и с кислородом были проблемы в те времена, и, соответственно, раз с кислородом проблемы, значит, и с озоновым слоем проблемы были, а раз с озоновым слоем, значит, там, на улицу без скафандра выйти нельзя. Так что, где в реальности жить хорошо, точнее, когда, вопрос ставился, когда жить хорошо, это, если честно, большой-большой вопрос. Если бы задали мне вопрос, где бы я отдыхал, вот, была бы у меня такая возможность, кто бы меня, так, между строк добавлю, кто бы меня еще послал бы по моему желанию. Но если бы меня спросили, я бы, конечно, отправился в средние века или, там, до нашей эры где-нибудь на природе отдохнуть, потому что, а, природа была действенно чистой, людей было еще достаточно мало, пляжи были красивые, великолепные, родники кристально чистые, питьевые, воздух замечательный, экология на 120% с плюсом. В общем, живи, не хочу, отдыхай, проблем не знай. У нас такой отдых, наверное, только в Сибири сейчас возможен. В принципе, в Бразилии уже и вот нету. Вырубили, почти полностью вырубили бразильскую сельву. Наша Сибирь, это последнее дикое место на нашей планете. Вот, так что, ну, это мое мнение, подчеркиваю, кто-то бы, естественно, привел другие примеры. Но я на курорты не езжу, и меня никто, соответственно, не отправит в средние века ради того, чтобы отдохнуть просто на курорте. А кто-то, может быть, вполне, я допускаю, что если мы окончательно поубивали всю экологию, и наши внуки матерят нас за это в три этажа, ну, что делать, в конце концов, как бы, наследство у них досталось такое. Но если у них есть машина времени, наверняка они вот ездят на курорты в прошлое, либо в далекое прошлое, либо, наоборот, в далекое будущее, когда, наконец, спустя века, может быть, они, так сказать, восстановят ту экологию, которую мы вот им по наследству передаем. К нашему величайшему стыду. Согласен с тобой во многом. Единственное, знаю, что вот здесь в чате тоже уже есть дополнение. Ты как сказал, это темпоронавт, это по-русски красиво звучит. Вот не могу с тобой согласиться в этом. Это примерно то же самое, как в анекдоте. А меня жена зовет на итальянский манер. Как? Кобелина. Кобелина, иди домой. Красиво звучит, да. Но дело в том, что есть русское слово. Правители времени, путники времени, время путники, путешественники во времени и так далее. Дело в том, что когда мы, русские люди, все на себя примерим что-то иностранное, то в этом иностранном уже много чего исковерканное. Даже если ту версию использовать, что все иностранные слова или большинство иностранных слов, европейских имеется в виду, они взяты из древнего русского языка и славянских языков вообще. Например, то же самое латынь, римский изуродованный, немецкий, французский, германский и так далее. Английский. Но все равно это уже изуродованные слова. И что мы изуродованные слова опять на себя будем мерить? Наша русская речь – это наша генетика. Мне кажется, надо по-русски говорить тогда, и генетика будет правильной. Будет правильная генетика, значит, рода наша будет правильная. И все хорошо и замечательно. Вот об этом, в принципе, в чате сразу отметили. Как только ты слово «темпранафты» выдвинул, тут сразу чат закипел. Чат, наверное, не возмущается по поводу исконно русского слова «космонавт». Космо, нафт, не знаю. Космос вообще-то, так разобраться, он встречался. Космо и космос встречался в древности, а насчет нафта – это уже дополнение. Подчеркиваю, если русский язык привык к космонавту, то, конечно, он вполне посчитает и гармонично в себя включит и темп «пранафта». Но если кто-то предложит название целиком русское и не менее хотя бы научное, чем «темпранафт», я буду благодарен такому человеку. Тем более нам надо, естественно, определяться, и мы понимаем, что, как мы слово назовем, так оно и войдет в историю. То есть спутник назвали, и он спутником теперь будет всю жизнь, даже когда… Даже попуасов, да. Да. Ну, точно так же со словом «космонавт». Все знают, все в мире, что слово «космонавт» – это русское слово. Хотя только русские знают, что оно составлено из греческих слов. Но почему? Да потому что у американцев «астронавт», у китайцев «тейконавт», а вот русское слово «космонавт». Ну, так или иначе, я просто намекаю в очередной раз, в большинстве передачи намекаю, и здесь в чате я очень много поддерживаю, что генетический русский язык близок к нам, и если, опять же, известно, что слово не просто так произносится, и на него влияет даже вода, а мы состоим очень много из воды. Вот какое слово произносишь, такая реакция у тебя внутри. Если правильные слова произносишь, близкие по генетике, твоя генетика развивается. Неправильные слова, далекие от твоей генетики, она может или нейтрально воспринимать, или может загибаться, действовать очень нехорошо. Поэтому чем больше родных слов вместо 30 тысяч заимствованных на сегодняшний момент будет употребляться, тем лучше, мне кажется, для нашей генетической памяти, для наших родов, и вообще для каждого человека по здоровью хотя бы будет уже хорошо. К тому же, смотри, когда мы говорим какое-то иностранное слово произносим, мы тоже уже неоднократно замечались, и опыты проводились много раз, и с детьми, и со взрослыми, они примерно одинаковые. Говорят какое-то иностранное слово, все так, да, 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 здорово. А что он означает точно? И начинается уже домысливание. Вот это, вот это, в словари-то не лезут люди, да? И каждый это слово по-своему произносит. И в конечном итоге полная неразбериха билиберда. А ученые чем пользуются? Они эти слова произносят, все рот открывают, говорят, ну, ученый человек, он там умные слова говорит. Вот на этом все и заканчивается. А когда говоришь русское слово какое-то, ну, в этом случае человек понимает, да, русское, оно вот здесь вот на уровне сердца, на уровне головы откликается, все понятно, все хорошо. Ну, мороз, значит, мороз, нога, значит, нога, ухо, значит, ухо, а не какую-нибудь там офтальмологию или что-то еще. К примеру я там, да? Вот, и все понимают, все понятно. И понятные значения, понятная жизнь, значит, понятное общество. И, в общем-то, все хорошо, замечательно. Вот к чему я призываю. Поменьше иностранности непонятной, заумственной такой, и побольше нашего простого, реального. Проще жизнь, лучше, всем все понятно. А когда всем все понятно, то вот этим вот ребятам, которых часто называют, вот они нам всю жизнь испортят, им тогда делать здесь нечего, потому что они там ловят рыбку, где мутная вода. Ну, так, отступили немножко, возвращаемся. Ну, в общем, предлагайте, предлагайте варианты, надо набросать. Критикуете. Как говорит, критикуешь, как говорил Королев, ты помнишь, если мы сегодня 110 лет Королеву упомянули, он всегда говорил так, критикуешь, предлагай. Вот замечательный у него был лозунг. Вот он всегда смотрел, а что люди предлагают? Если кто-то появлялся, пустой критикан, он не сразу там пинка задал, подзывал, он к себе говорил, а ты взамен что предлагаешь? А, вот это, значит, молодец, иди в КБ работать, а ты что? Вот это, вот тебе метла метит. Кстати, о Королеве. Будете в музее Королева, обязательно посмотрите на стенд, по какому принципу он выбирал название кораблей. К вопросу о терминах. Очень любопытно. Мы, как бы, очень многого, чего люди не знают о Королеве, как о человеке, который занимался, ну, как бы сейчас сказали, там, мистическими делами. Нет, он, как и я, наверное, или, точнее, я, как и он, мистикой не занимаюсь, потому что не считаю нужным сам этот термин употреблять. Мистика – это то, что пока непонятно. Вот тем, что пока непонятно, он занимался. И он подходил к выбору названия корабля не столько с точки зрения политики, не столько с точки зрения языка, сколько с точки зрения нагрузки, которая несет это название. То есть подсознательная нагрузка. Ну, там много что интересного можно подчеркнуть. В частности, например, что он считал, что названия кораблей могут начинаться только на букву, только на одну букву. Ну, подумайте сами, какая у него буква была единственная. Ну, давайте пойдем дальше. Да, идем дальше. Итак, вопрос в эфир от, не угадаешь, хронопутешественницы. Ну, отлично. Они рано или поздно должны были выйти на связь. Да, из Петрова, Тверская область. Возможно ли хронопутешественников в некоторых случаях нарушать правила пребывания в другом времени для благих целей, если это не сильно повлияет на события этого времени? И руководство будущего времени об этом не узнает? Ну, руководство, во-первых, при желании может узнать все. То есть отмотать, как, извините, сейчас эти камеры слежения на каждом подъезде, и отмотать, что было сутки назад, узнать, кто там спер коврик из 13-й квартиры. Проще простого. А уж для тех, кто контролирует время, отмотать на тысячу лет назад и узнать, кто нарушил технику правила хроноперемещений, там, допустим, в условном 2017 году, знаете, это еще проще, чем для руководителя ЖЭКа узнать, кто спер коврик. Так что ничто не может втайне пройти, ни благие дела, ни злые. Но что касается благих дел, как говорят мудрые люди, не пугайтесь, не стесняйтесь делать благие дела, делайте и убегайте. А вот злые дела подумайте 10 раз. Как бы все наказуемо. Просто за благие дела наказывают, как правило, меньше или совсем не наказывают. Начальники ведь тоже люди. Ну, в общем, да. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос в эфир от Геннадия Ствери. Вадим, Пушкин ведь не о Крите писал. Видимо, и у нас на территории Руси это где-то есть. Известно где? Конечно. Ну, во-первых, если честно, я не знаю, о Крите он писал или нет. Потому что у него там, если вы вспомните более дословно, речь идет об острове Буяне. А этот остров, если я правильно помню, конечно, вроде бы 33 богатыря выходили на остров Буян. Пусть меня поправят в Пушкиноведы, если это не так. А остров Буян – это, по-моему, нынешний остров Рюген. Бывшая русская славянская земля. Ныне, насколько я помню, он, по-моему, в границах Швеции. Вот. Так что там такое явление было. Вот. Но что касается хрономиражей, вопрос для тех, кто пропустил начало, я поясняю, вопрос был с Критом, связанный из-за того, что там Дроссолидес, то есть хрономираж находится. С хрономиражами в России все прекрасно. То есть вариантов, ну, как минимум, штук 20-30 мест таких есть. Но вот с выходом на берег богатырей все-таки я аналога, ну, кроме вот этого острова Буяна, другого такого аналога я не приведу, потому что другие хрономиражи с водой, с выходом из моря не связаны. Ну, либо я про них пока не знаю. Если вы знаете, то сообщите. Да, давай уточним, что все-таки остров Рюген, Руян или Буян, да, или еще как-то, он находится к Германии, сейчас относится к Балтийскому морю, вот, один из самых крупных островов. И здесь надо понимать, да, что там, в общем, когда археологи стали копаться, да и сами немцы указывают, что там все славянское, поэтому, естественно, что это помирание, то есть поморская, северная Русь была до этого, там все и так ясно уже. Культура наша, да. Кто забыл, на всякий случай, кто изучает историю по западным учебникам, я напомню, что вот та территория в Восточной Германии, это славянские земли, которые были отвоеваны, внимание, в результате крестовых походов, которые, ну, из истории нам рассказывают, что крестовые походы были против неверных, против арабов и всяких там южных народов, многие из крестовых походов были направлены против славян. И одно из территориальных завоеваний западных народов, это как раз то, что славяне были выбиты из территории нынешней Восточной Германии. То есть я сейчас вам рассказал абсолютно никакую не альтернативную или иную какую-то фантастическую версию истории, я просто напомнил то, что написано черным по белому в классических учебниках истории. Только, так сказать, на этом скромно не застряется внимание. Да, об этом или вообще не упоминается, или упоминается скользко. А так, на самом деле, существует много летописей и как со стороны русскоязычных, так и со стороны римско-ромоязычных, латинян, да, где рассказываются об этих самых походах и о том, как и лютичи, и венеды, и смоляне, и многие другие племена приходили на выручку и неоднократно отбивали вот эти самые нападки. И даже поэтому были созданы уже потом литературные какие-то произведения, где это все было собрано вместе. Так что это все серьезно. А по поводу 33-х богатырей, надо же, наверное, понимать, что здесь не все так однозначно. Пушкин мог это рассказывать не совсем, что это вот прямо сейчас дядьки какие-то выходят. Это первое. Во-вторых, выход 33-х богатырей, которые видят где-то на юге, он вполне возможен на севере. Просто на юге больше туристов, как ты правильно отметил, и туристы, они хотят все больше купаться, а все-таки в Балтике прохладненько. Поэтому никто так рано в воду особо и не лезет, может быть, потому и не видит. Но это... Может быть, но места не туристические, это точно. Да, поэтому... Нет, но сейчас становится туристическим, потому что вот эта русская карта сейчас начинает разыгрываться, и туда очень много сейчас начинает ездить людей в те времена, и немцы сейчас активно это начинают сами использовать, и немецко- или германо-российские отношения улучшаются к моей большой радости, наконец-то. И они понимают, что с Россией надо дружить, и наконец-то это братские во многом народы, и много-много чего интересного. Поэтому они очень активно начинают идти навстречу, когда об этом говоришь. Они говорят, я-я-я, да, так оно и есть. Ну, ладно. Ну, подождем, узнаем. Хорошо. Вот 17-й год много чего покажет. Я думаю, что мы, так сказать, на пороге величайших открытий и вскрытий того, что от нас очень долго укрывали. Так, вопрос эфир. Снова я. Человек так написал. Снова я. Доброго вечера. Как относишься к экспедиции Энста Молдашева? Соприкасались ли с ним? Я повторял, что вопросы с переходом на личности я не люблю. Ну, просто пересекались, нет и так далее. Пересекались, сказать ничего не хочу. Ну, в общем, пересекались и хорошо. Идем дальше. Да, и хорошо, и нехорошо. Главное, что пересекались. Ответ – да. Пересекались. Дальше идем. А как относишься? Ну, вот когда будет Молдашева рядом сидеть, и тогда вот иди и разговаривай. Как вы относитесь уже там, за кадром? Идем дальше. Вопрос эфира от Евгения из Челябинска. Вадим, я разговаривал с людьми, которые убыстряли время. Все согласны с тем, что перед этим присутствует некий дискомфорт. Были ли у вас такие свидетельства? Если да, то с чем это связано, по вашему мнению? Благодарю. Огромное количество таких свидетельств. Ну, меньше, большая часть таких свидетельств, когда такие эпизоды возникали спонтанно, ну, в результате, как я уже говорил, самый распространенный эпизод – какие-то сверхстрессовые ситуации. Не просто стресс, там, небольшой, а именно сверхстрессовые. То есть смертельно опасные, другими словами. Вот. Случаи, когда люди намеренно это делали, это связано с какими-то практиками. Я название этих практик уже тоже произносил. Так что это вполне не то, чтобы обычное дело. Я так произносить не буду, потому что это слишком так пренебрежительно будет с моей стороны так говорить. Вот. Но в любом случае, перед тем, как... Я уже сказал, перед тем или после того, как человек изменит время, нужно, чтобы он сделал противоположное действие. То есть если он ускорил время, значит, нужно, соответственно, расслабиться. Ну, со стороны это выглядит, что человек медитирует или спал в ступор, он абсолютно выпадает из реальности, не реагирует на слова, его можно ущипнуть. Человек никак, как в литургическом сне. К слову сказать, литургический сон – это тоже одно из проявлений болезни времени, о которой мы говорили. Вот. Так что проявляться это может разными способами, но даже одно только упоминание литургического состояния, как состояние неконтролируемого, то есть, считай, болезненного, то есть неправильного, нештатной работы органа, управляющего временем, это действительно сбой по времени, потому что в литургическом состоянии человек может находиться там десятки лет, во время которых его физиологическое состояние будет равно его субъективному состоянию. То есть это состояние, когда человек не стареет. Понимаете? Это действительно в чистом виде сбой физического времени, а не какая-то простая болезнь. Условно говоря, выпил мешок снотворного. Нет, это не просто сон. Это сбой по времени. Так что только одно упоминание такого, состояния литургического позволяет мне говорить о том, что увлекаться этим надо очень и очень осторожно. То есть одно неверное движение, и вы в литургическом сне. Ну, как вариант. Если еще, вот сейчас мысль такая обсидела, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Ведь если мы возвращаемся к Пушкину, к Пушкину, он же говорил, четко привязывал место, где появляются 33 богатыря. Да, вот если вспомнить, у лукоморья дуб зеленый и так далее, золотая цепь, и там вот эти вот 30 витязей прекрасно, чередой извод выходит ясных. Так вот, если мы говорим про то место, где они обитали, выходить-то они могли в любом месте. А вот где они постоянно обитают, где они постоянно, потому что ведь к Руяну или к Буяну острову Елисей, насколько я помню, так его звали, он попросил лебедь, чтобы она это чудо создала. И вдруг эти люди вышли, до этого они не выходили. А вот Пушкин указывал, что в лукоморье. А, друзья мои, а почему называется слово-то лукоморье? Луком. Что такое лук? Представляете себе? Не вот это, которое репчатое, из которого стреляют. Это изогнутое что-то, да? Вот лук. Вот это вот лукоморье. То есть море в виде лука. А теперь давайте-ка посмотрим. На Крит сверху на карте что-то там похожее есть в море? Нет, сам Крит, он вытянутый. Я понимаю, да, он Крит там немножко вытянутый. Ну, и то на лук не особо похож. Руян или Рюгин тоже как-то, ну, больше такой к кругликам чему-то. Вот. Хотя там разорвано все, но тоже на лук не похоже. А вот если мы открываем озеро Байкал и смотрим сверху, ребятушки, так это же как раз лук из моря. Озеро Байкал называют морем. И оно как раз находится на нашей территории. И оно изогнутое в виде лука. Вот вам и лукоморье. Если мы почитаем какие-то там древние наши писания, то, в общем-то, вот именно к этому месту лукоморье как раз туда и указывают. Это так просто, ну, для разнообразия нашего эфира. Ну, я еще к этому добавлю. На самом деле, это, конечно, хорошая пища для ума. Пусть люди подумают и свои предложения, свои варианты, может быть, предложат, где лукоморье находится. Но хочу сказать, что я слышал от разных людей как минимум 4-5 разных вариантов. И вплоть до того, не буду сейчас называть этот регион России, есть регион России, где на уровне губернатора, подчеркиваю, не на уровне журналиста или исследователя, какого-нибудь краеведа, историка, а на уровне губернатора хотят своему региону как бы негласный статус присвоить, что этот регион является тем самым знаменитым лукоморьем. И этот самый губернатор, пусть он меня простит, что я выдаю, так сказать, его тайну, но я в конце концов не называю ни имени, ни региона, прислал ко мне, кстати, делегацию из местного телевидения регионального с тем, чтобы, значит, взяли интервью, где по их задумке я должен был подтвердить, что да, вот, ну, в идеале, так это, наверное, виделось, но я честно сказал, уважаемые, я знаю как минимум несколько вариантов, где лукоморье может быть, может быть и у вас, я ничего против не имею, но вот так вот безоговорочно я это не сказал, не знаю, может быть, нужные слова вырезали, там, сомнения подтёрли, в результате я у них в телеканале подтвердил это, но вот людям хочется, чтобы лукоморье было у них, хотя, ещё раз повторюсь, ну, как минимум, 3-4 региона России, только России, претендует на то, что это может находиться в их области, так что у наших радиослушателей, неважно, где они живут, есть возможность оглянуться вокруг и, может быть, найти там 5-й, 6-й, 7-й вариант, может быть, не менее интересный, Байкал, это, Байкал, кстати говоря, это идея, которую я услышал только что, она не входила в тот перечень, про который я говорил, Ну, и опять же, у нас есть места, например, там, где Дедушка Мороз главный, есть у нас, я встречался с людьми сказочного царства-государства, где там и Водяной, и Василиса Премудрая, они уже там в своей области каким образом хотят, как бы так, к губернаторам обращаются, чтобы признали, ну, Дед Мороз, известно, где, да, кто там говорит, что Баба Яга там в их области, в области родилась и так далее, то есть сейчас идет очень активная подключение вот к этим сказочным образом, ну, туристический момент, как всегда, бизнес превыше всего может быть, а может быть, кто-то радеет на самом деле, не знаю, не будем сейчас гадать, но я-то отталкиваюсь от русского нашего понятия, если Байкал называют морем, а его на самом деле так называют, и в древних лет психон тоже так указывается, если он в форме лука, ну, вот вам и лука море, все, что вокруг него, поближе, подальше, оно так или иначе называлось раньше лука море, вот как-то так, кто-то говорит чуть по-южнее, кто-то говорит чуть по-севернее, кто-то говорит чуть западнее, ну, вот вам все это лука море, ну, ладно, идем дальше, хорошо, идем дальше, интересно, такие повороты, мне нравятся такие повороты, но время, оно не резиновое, хотя его и не... Михаил Шубин, город, Нальчик, вопрос в эфир, Вадим, откуда вы берете деньги на ваши экспедиции, если это, конечно, не секрет, и как можно вступить в вашу организацию и участвовать в экспедициях, и как же тогда инвестиции, и так же в инвестициях, если это возможно? Не понял, человек хочет инвестировать, это хорошо? Хочет и вступить, и хочет инвестировать, и, может быть, еще кого-то позвать, но активно... Нет, если он поможет материально, я против не буду, но с деньгами все очень просто, я беру, достаю не деньги, я ищу возможности, то есть, иными словами, для организации экспедиции деньги, как таковые, не нужны, точнее, ну, по крайней мере, в границах России, для того, чтобы поехать, на какой-нибудь остров, безусловно, а тем более за границу, безусловно, нужны какие-то деньги, но по России, я людям объясняю, уважаемые, для того, чтобы купить билет на поезд, ну, как худо-бедно, деньги найдутся, для того, чтобы найти, купить продукты на месте, тоже деньги найдутся, а что вам еще надо? Вам нужно гостиницу трехзвездночную? Так извините, мы давным-давно, уже каждый из нас приобрел палатки и спальники, и мы не тратимся на гостиницы. Если деньги кончились, и на дорогу нет денег, мы прекрасно доезжаем автостопом. Какие еще финансирования требуют денег? Пусть человек объяснит, если есть какая-то статья, которую, так сказать, он считает очень важным, ну, либо мы без этой статьи расходов просто обходимся, либо напрягаемся и там, в складчину, или как-то там, покупаем приборы, в конце концов. Ну, чаще всего дарят приборы, у нас много физических институтов, разваливается прибор, выкидываются, потому что никому ничего не нужно. Поэтому я от любой помощи отказываться не буду, но еще раз повторюсь, секрета, откуда беру я деньги, нет, потому что нет денег и нет секрета. Все. Ты прям как в анекдоте, откуда деньги берешь? Из тумбочки. Примерно так. Да. Хорошо. Так, возвращаемся к вопросам, а то как-то здесь упустил. Вот вопрос эфира Дмитрия из Волжски написано, городской, в Севолжский. Есть такой замечательный город. Да, знаком с тем лично, не понаслышке. Вадим, а как вы смотрите на принцип построения книжного сериала, в кавычках, этногенез? Там нет стандартной, опять же, в кавычке, модели причинно-следственной связи, изменения во времени. В скобках беру пример, тот же триквел БТТФ латинскими буквами. Конкретнее... Видимо, назад в будущее речь идет, видимо. Предполагаю, что да, но боюсь, тебе видней. Конкретнее, возможно ли, с вашей точки зрения, допустить неоднократные изменения одного и того же события путем вмешательства в уже произошедшее? Ну, с точки зрения телевидения, он фактически описал кратко содержание вот этого триквела, там, неоднократное изменение реальности. Так оно и есть. С точки зрения триквела, это великолепная просто вот идея, которая в разных ситуациях уже обыгрывалась не только в этом фильме и, на мой взгляд, не утратила и актуальности, и зрелищности, и ее можно, и нужно экранизировать, потому что, знаете, дает быстро возможность человеку понять на простых вот таких примерах причина следственной связи. Ну, для подростков, для любого человека это интересно смотреть. Вот, ты, как бы, полюбил девушку, она тоже тебя полюбила, а в другом варианте ты нагрубил ей, и реально сильно изменилось. Извините, я прочитал, напомнил вам кратко содержание одной из серий этого триквела «Назад в будущее». То есть, там, на простом примере ты видишь поступишь так, результат будет такой. Поступишь, сделаешь хорошо, результат будет хороший. Поступишь плохо, результат будет плохой. Придется исправлять свои действия. Это гораздо сложнее, чем первый раз сделать хорошо. Одним словом, с точки зрения вот такого норовоучения, это гораздо интереснее, чем любая скучная норовоучительная беседа. Так что, я не понял, правда, вопроса. Человек предлагает сделать сценарий или у него самого идеи на этот счет есть. Но в любом случае, идея не просто замечательная, она не бесконечная и просто плодотворная по степени того, что можно на ее основе сделать. Я напомню, совсем недавно у нас шел другой сериал на похожую тему, называется, по-моему, «Обратно сторон Луны», где тоже самое очень наглядное, может быть, не столь зрелищное, но тем менее наглядно показывалось, что будет, что было бы, если бы. Ну, примерно на том уровне. То есть, речь шла о другой реальности. Что было бы, если бы Советский Союз существовал бы сейчас. Что-то было бы хуже, что-то лучше. А вот давайте посмотрим, что лучше, а что хуже. Что называется, без криков и воплей. Очень полезно. Настолько было наглядно, что сериал этот резко сняли с эфира. Его недопоказали до конца. Кто не видел, найдете в интернете, он есть в полном объеме. И еще у нас осталось, сейчас смотрю, сколько, один, два, три, четыре, пять. Пять вопросов. Хорошо. Дойдем до конца. Мирослав, вопрос эфир. Вадим, много ли примеров на вашей памяти исход событий, который схож с трагедией экспедиции Дятлова, но по такому же ажиотажу и огласке, но такому же ажиотажу и огласке не подлежат? Я в книгах привожу десятки таких примеров, например, масштаба такого же, когда, например, погибала целая экспедиция. Таких погибших экспедиций было не одна. С такой оглаской, в смысле, с такой славой, конечно, это тут вне конкуренции случаи, но мне порой обидно, что первым, кто написал на тему гибели группы Дятлова в федеральной прессе, был как раз я, то есть таким невольным, что ли, ну, не родителем этой истории, но, что называется, дал ей какую-то жизнь, привлек внимание, и дальше она начала расти и обрастать славой, то есть мне бы вроде как бы радоваться, что я, видите, вот такую вот тему поднял, и она пошла жить своей жизнью, но при этом я добавляю, мне обидно, что я писал и о других не менее интересных случаях, на мой взгляд, есть более драматичные и более загадочные случаи, случаи с дятловцами, ну, как мне кажется, я разобрал, ну, едва ли там, если не поминутно, то по крайней мере походово, то есть почти все там понятно, почти, есть нюансы, но они уже не принципиальные нюансы, поэтому, ну, естественно, чем понятнее ситуация, тем она менее интересна для меня, но поскольку эту тему демонизируют, в буквальном смысле демонизируют, туда приплетают и злых КГБшников, и страшных зомби, и каких-то там оборотней, и каких, кого там только нету, американцы, по-моему, там даже ходячих мертвецов, по-моему, к тереку, КГБшников приплели, так что, естественно, для такой страшной раскрученной темы невозможно сделать так, чтобы она была разрешена, она будет жить уже по своим законам жанра, но при этом, подчеркиваю, параллельно существуют истории более интересной и более закрученной, и более непонятной для меня. Вот это для меня более интересно. Так что будем заниматься другими вещами. Ну, я уже наслушавшись, так сказать, истории про телевидение, уже опасаюсь эти истории пропагандировать в плане вот такого потенциального кино. Уже, что называется, рассказал о группе Дятлова, теперь эту историю экранизировали, то есть довели уже до маразма, и мне уже немножко, не то, что горд я за это, мне уже немножко стыдно, поэтому, естественно, я десять раз подумаю, прежде чем огласки предавать и предлагать для следующего ужастика новую историю. Да, хочешь сделать доброе дело, подумай лишний раз. Это как раз из этой серии. вопрос эфир от Михаила из Твери. Вадим, а ваши записи разговоров с Гридучком когда-нибудь отцифруете? Очень хотелось бы послушать. Когда-нибудь, да, но для этого массу нужных дел надо сделать, в частности, нам нужно архивы свои все вывести из Подмосковья. Это очень тяжело. Технически не буду вас грузить, в общем, технически это сложно. с хозяином, с хозяйкой это проблемы, так сказать, надо долго решать. Так что давайте лучше следующий вопрос. Да, давай, не будем печальным. Дмитрий, опять, из Волжского. Как вас смотрят на принцип строения? А, ну, это вот как раз было повторно. Не пишите повторно вопросы. Прошу вас. Вопрос эфир. Климук Вадим из города Брест. Вадим, как вы думаете, то НЛО, которое зависит над лагерем Космопоиска, которое вы пытались заснять на камеру, было МВ или нет? Скорее всего, да. МВ расшифруй. МВ, кто не знает, это термин, который я когда-то придумал, буквально означает машина времени. Я рад, что многие термины и слова, которые я придумал, фигурируют в интернете и в прессе без объяснения того, что это, как бы подразумевая, что все и так знают. Вот. Так что, я надеюсь, что большая часть людей знает, что такое МВ. Так вот, я думаю, что с большой долей вероятности да. То есть, да, это, скорее всего, машина времени. Во-первых, потому что на местах посадок НЛО конкретно этого объекта мы находили такое место, остаточное влияние на физическое время очень долгое время сохранялось. То есть, это говорит о том, что движители этого аппарата искривляют, искажают время вокруг себя. Ну, с оговоркой, конечно, скажу, это может делать не только МВ, наверное, но и аппараты, которые искривляют время для путешествий в пространстве, то есть, звездолеты. Но, опять же, это один косвенный признак. Второй косвенный признак, то, что эти аппараты как раз чаще всего появляются перед интересными историческими моментами. Это тоже, так сказать, ну, это, опять же, косвенный пример. Ну, и еще там, может быть, пару-тройку есть доводов, но, опять же, все они косвенные. Все они косвенные и прямой может быть только тогда, когда, ну, условно говоря, нас пригласят на этот борт и у входа внутрь этого корабля мы прочитаем место порт приписки и год выпуска. Но нас не пригласят, поскольку темпаронавты или хронотуристы или путешественники во времени или то слово, которое наши радиослушатели придумают, русское слово. Но так или иначе эти люди, которым мы так и спорим, как их назвать, но одно бесспорно, не знаю, как их называют, но они не предрасположены нас с вами аборигенов и своих предков к себе подпускать, поскольку контакт с нами не входит в сферу их интересов. Так что я на них не обижаюсь, но сказал это не для того, чтобы они услышали мою обиду, а для того, чтобы объяснить, почему я так и не прочитал год выпуска, написанный на этом корабле, какой он, в каком году и в каком городе его сделали, на каком строительном заводе его ремонтировали. Вот как по-русски сказал, сразу все получилось. Понятно. Хорошо. Я думаю, что здесь может быть еще одна причина. Не из-за того, что они не хотят с тобой поздороваться или чайку попить. Может быть, просто с точки зрения техники безопасности так делать нельзя. Вот может быть именно такие икрахи злые. Поэтому мы так все время говорим, они вот с нами не ходят, да они рады нас обнять, но нельзя. Да я прекрасно их понимаю, тем более, что в последнем варианте книги «Пути шествия времени» я взял на себя наглость и написал инструкцию для них, будучи, конечно, не уверен, что они этой инструкцией пользуются, но уверен, что она существует в каком-то близком к этому виде. Может быть, даже прямо в таком виде, может быть, но, по крайней мере, эта инструкция логическая, она не лишена логической причинно-следственной связи. Так что пока все происходит строго по этой инструкции. Я тебя порадую, она была взята за основу. Или за основу, да. Да. Перед тем, как последний вопрос прочитать от Данила, реплика, а вы, кстати, приметили в чате, Данила, реплику читаю. Вы, кстати, приметили субъективность восприятия времени при приближении диапазона суточного времени от нуля до трех часов. Время будто тянется, да так, что кажется, что за минуту успеваешь обдумать, додумать, подумать и выговорить многое, при этом клонит в сон. Ну, на эту тему о субъективности времени можно продолжить эту мысль. я согласен, что субъективно со временем очень много всего интересного происходит. Ну, мы уже сегодня упоминали про час быка, во время которого как раз и происходит большая часть всех хрона явлений. Мы, собственно, заканчивая нашу передачу, так плавно намекну, что мы плавно приближаемся к часу быка, так что достойным финалом нашей сегодняшней передачи было бы какое-нибудь хрона-аномальное темпорно-оптическое явление. Ну, я надеюсь, это будет уже в частном порядке, когда наши радиослушатели выключат радио, пойдут в ванну по паркету, по паркету, по паркету, да, будут порхать аки-балерины, и тут они увидят. Узреют. Узреют. Да, узреют зрячие. Да, не поймут с мозгами никто. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, перед тем, после вопроса задать, ты вообще обладаешь какими-то какими-то такими уникальными с точки зрения обыденного человека возможности предвидения, там, что-то такое, вот как скажешь, он вот раз и там выстреливает. Скажу честно, всегда на такие вопросы я скромно говорю, ну что вы, что вы, что вы, я не экстрасенс. Остальное уже после выключенного микрофона. Понятно. Я тебя не просто так спросил. Дело в том, что Роман нам прислал такой вопрос. Что нам ожидать от 2017 года? Падение метеоритов или нашествие НЛО или еще какие-нибудь феномены? Вот теперь давай проявляй свои все качества уже прямо здесь в кадре в радио. У меня выигрышная позиция, потому что я знаю приемы, которые используют наши известные и уважаемые, конечно, предсказатели, маги, чародеи, колдуны и просто футурологи, но я принципиально не пользуюсь этими приемчиками. Они беспрогрешные, подчеркиваю. Ну, в таком простом приближении ими пользуются махинаторы цыганки на вокзалах. Давайте не будем опускаться до этого уровня, тем более, что самое грандиозное предсказание, даже не предсказание, вот в чем большая разница между предсказаниями, это, так сказать, в первом приближении, это просто болтовня, рассчитанная на легковерных. Ну, я, разумеется, сейчас не имел в виду очень уважаемых мною авторитетов в этой области, там, Настардамуса, Вангу, там, и некоторых других. Их единицы, но они достойны уважения и заставляют меня, кстати, не столь иронично обо всех предсказателях говорить. Вот, но я сегодня, напомню, кто опоздал, сделал не предсказание, а расчет гораздо более важный, на мой взгляд, и я этим расчетом горжусь, ну, еще рано гордиться, конечно, гордиться будем потом, когда он сбудется или стыдится, если он не сбудется, я напомню, я, основываясь на анализе уфологической статистики, подчеркиваю, не основываясь на своих супер-пупер экстрасенсорных способностях, а исключительно вывел на кончике пера, то есть математически, то есть научным, проверяемым научным методом, кто не верит, что называется, не поленитесь, повторите мою методику и проверьте, и ужаснете сами. Анализируя активность НЛО, я выдвинул осторожное предположение, что эта активность косвенно повторяет, причем на более высоком, чуть-чуть более высоком уровне, чем в 1989-1991 годах повторяет события, которые сопровождали очень резкую политические перемены у нас в мире. Из чего я осторожно подчеркиваю при этом, что я не экстрасенс, я не маг, я не предсказатель, поэтому мои слова не принимайте близко к сердцу. В конце концов, просто примите к сведению и не более того, что в этом году, если быть совсем точным, скорее всего, не позднее лета этого года, может быть, и раньше, наш мир, не конкретно нас с вами, а в том числе и нас с вами, поскольку мы живем на этой планете, ждет очень серьезные политические изменения, очень серьезные. Что это за изменения? Давайте, так сказать, давайте увидим все сами, может быть, я более конкретно даже назову чуть позже и даты какие-то, и более конкретные места и события и время, но сейчас, конечно, во-первых, я не готов говорить, потому что опыта у меня не так много, я ведь такое событие пока происходило единожды, происходило ли подобный всплеск активности НЛО перед другими ярчайшими политическими изменениями, ну, например, перед 1917 годом, это величайшее изменение в истории произошло в этот момент, но была ли активность НЛО в этот момент, я не знаю, точнее, статистика об этом не говорит, но перед 1914 годом она была абсолютно точно, и перед 1939, 1941 было, так что, что называется, прислушаться или не прислушаться к выводам в праве каждый решать, насколько серьезно ему это воспринимать, в конце концов, ну, кто такие НЛО, кто такие хронопутешественники, всего лишь их появление, их активность, всего лишь косвенное свидетельство того, что им почему-то по какой-то причине становится в этом времени интереснее, для них это просто интерес, а для нас это наша история, так что не предсказание, а скорее сухой расчет, который я сейчас озвучил, мне кажется более дорогим, в том плане, что он более доказуем, он проверяемый, он выполнен по вполне проверяемой методике, мне он интереснее и замечательнее, но в любом случае цыплят по осени считают о предсказании в конце года, ну, в данном случае в середине года, конечно, но не завтра это будет, так что не провоцируйте меня на то, чтобы я делал из себя вид какого-то великого гуру, я никогда не стремился и не буду стремиться делать вид, что у меня есть супер экстрасенсорные способности, если они есть, то это останется только, так сказать, при мне. Хорошо, ты не гуру, мы согласны, но делай свое дело. Хорошо. Итак, друзья мои, вот и заканчивается наша длинная передача, которая была разбита на несколько частей доклада и на большую часть ответов. Надеюсь, что каждый для себя в этой нашей передаче нашел что-то важное. Если даже и не совсем получили ответ, но хотя бы получили направленность для того, чтобы узнать ту дорогу, на которой можно получить ответ, если так, то и на том надо быть благодарными нашему замечательному другу Вадиму Черноброву, который сегодня с нами провел время в рассказе раскрытия темы путешественников времени часть 2. Для полной ясности я напомню, что сегодня по календарю мы начинали современному, одному из современных календарей начинали передачу 12 января 2017 года четверг, а заканчиваем ее же 13 января 2017 года пятница. А по одному из современных календарей продолжается 32-й день месяца белого сияния покоя мира 7525 лета асьмица. Кто празднует день Перуна, тех я поздравляю. Радости вам и счастья. Пускай высшие силы всегда вам дают свет, направленность, добро, и учитесь всегда добру, и обращайтесь только за добром, никогда не обращайтесь за какой-то чернухой и так далее. Те, кто собирается участвовать Старый Новый Год, и вам тоже радости, те, кто щедрик отмечает, и вам тоже все было хорошо. Кто еще калидует ходит, калидуйте на радость. Главное, чтобы это все было по-светлому, по-доброму, без каких-либо гадостей. А мне же остается с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого доброго. Проверяйте все, что говорится со стороны, все, что вы слышите. Никогда не верьте, вернее, как никогда не доверяйте, в этом смысле, в современном смысле слова вера, я говорю, а проверяйте все, как оно есть. Включайте здравомыслие, и пребудет тогда с вами и счастье, и радость, и сила. И всегда помните, что за вашей спиной огромное-огромное количество ваших предков. Это поколения, те, которые накопили мудрость, которую вам готовы передать. И главное, они накопили те ошибки, которые очень дороги, потому что, зная ошибки, вы никогда не совершите ту глупость, которая уже до вас совершена, потому что умный учится на ошибках дурака, а вот дурак, к сожалению, на своих ошибках. А впереди вас есть ваши наследники, которые в случае чего так же, как и ваши предки, всегда готовы прийти на помощь вот через эту интересную субстанцию в называемое время. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго. С вами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно.